Добрый день. Приветствую вас на очередном брифинге в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. С нами российские и зарубежные журналисты, онлайн, дистанционно. Начинаем с графика министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. 27-28 февраля в Москве под руководством главы российского внешнеполитического ведомства состоится совещание представителей МИД России в регионах нашей страны. Территориальные органы МИД России являются связующим звеном между его центральным аппаратом и структурами исполнительной власти субъектов Федерации. Они играют существенную роль в развитии международных внешнеэкономических связей этих регионов в русле единой внешнеполитической линии России. В ходе совещания будут рассмотрены вопросы, касающиеся повышения эффективности деятельности представительств МИДа по обеспечению координации внешних связей регионов, а также предложения по совершенствованию их функционирования. Это, конечно, не все из графика министра иностранных дел России. Мы будем оперативно обновлять информацию на сайте МИД и в официальных аккаунтах министерства в социальных сетях. Переходим к актуальной международной повестке. Украинский кризис. 14 февраля исполнилось 80 лет со дня освобождения Ворошиловграда. Ныне Луганск. Освобождали от немецко-фашистских захватчиков. Это был первый областной центр Украинской СССР, который был очищен Красной Армией от врага, что положило начало деоккупации всего Донбасса. Поздравляем луганчан с этой знаменательной датой и убеждены, что скоро многострадальные Луганская и Донецкая Народные Республики будут избавлены от украинских неонацистов, которые терроризируют жителей с 2014 года. В тот же день, 14 февраля, в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, наверное, символично, прошло девятое заседание контактной группы по так называемому оборонному содействию Украины в формате «Рамштайн». Вновь звучали пафосные заявления о, как они назвали это, неизбежной победе Киева, намерении западников предоставить вооружение, военную технику, подтверждены планы направления на Украину тяжелых танков, сколько их поступит в ВСУ и когда. Ну, правда, осталось за скобками, а зачем? Главное же лозунгами поговорить, а это на Западе умеют. Однако главным посылом этого сборища стал фактический приказ режиму Зеленску перейти предстоящей весной в контрнаступление. Ну, видимо, посчитали в Брюсселе в рамках формулы «Рамштайн» этого формата, что еще остались граждане Украины. Ну, не важно, какие, не важно, сколько, ну, какие-то же еще есть, пора уже приступить с точки зрения вот этой западной евроатлантической мысли к уничтожению последних граждан Украины. Некаких поставок самолетам, о чем так мечтали на банковые решения, принято так и не было. О Совете НАТО расскажу подробнее чуть позже. Мы обратили внимание на сообщения западных средств массовой информации, и не только западных, о том, что на Украине могут организовать совместное с Британией лицензионное производство снарядов и других вооружений, а также о планах киевских властей создать аналогичные военные предприятия с другими странами НАТО. Очевидно, что за накачкой ВСУ оружием, формированием боевых действий стоит крупный западный капитал, который только и ждет, чтобы нагреть руки на конфликте. Судьба людей никого не волнует, потому что так было всегда. Цена подобной меркантильной политики – это жизни ни в чем не повинных людей. Хотя цели для нанесения ударов якобы выбирает Киев, согласовываются они с Соединенными Штатами Америки, с натовскими сателлитами. Об этом, кстати говоря, заявила и Виктория Нулан, заместитель госсекретаря США, главный конструктор нынешнего счастья Украины. Но мы об этом тоже скажем чуть позже. Так вот, штатам, натовцам в целом безразлично. То, что мишенями являются жилые кварталы, школы, больницы, детские сады. Молчат их прикормленные, просто карманные. Неправительственные организации редко очень позволяют себе что-то сказать, но тут же получают от доноров по голове и тихо замолкают. Вот даже после этого натовские страны с невинным видом пытаются доказать мировому сообществу, что они не являются стороной конфликта. Самое главное, непонятно почему. Ну вот это вообще непонятно. То есть вовлеченность максимальная, провокационная деятельность на протяжении многих лет. Сейчас прямое руководство киевским режимом, связка по полной и коррупция, деньги, оружие. Ну все, что только может быть соединено, а почему-то все равно не сторона конфликта. Это, конечно, верх цинизма и главное трусости. Сознаться в собственной причастности к преступлениям, которые совершаются руками украинской военщины. В Украине продолжается спектакль под названием «Борьба с коррупцией». Такая, знаете, пантомима труд. Вот в полном сейчас идет разгаре. На прошлой неделе прошли обыски в таможенной и налоговой службах. У меня, знаете, какой вопрос. Как будто эти люди были назначены, ну не знаю, пару месяцев назад, которых сейчас разоблачают. Да нет, они спокойно себе там существовали многие годы. Причем многие на тех же самых должностях. Учитывая, что те же самые Соединенные Штаты Америки знают, в принципе, обо всем, что происходит на территории Украины. Ну они же выступают в качестве наводчиков для целей, которые отрабатывает киевский режим. Ну уж внутри киевского режима они знают вообще, в принципе, все. А что же они все эти годы молчали? Что же они не называли имена, пароли, явки, не называли те суммы, которые уходят через карманы этих самых людей? Да потому что эти люди обеспечивали как раз проводку этих самых средств, которые Запад отправлял на Украину. То есть это была единая коррупционная схема. Просто сейчас нужно исправиться от балласта. Ну просто показать, каким-то образом стимулировать людей, потому что невозможно же тех граждан Украины, которые и не у властной кормушки, и не участвуют в западных махинациях, отлавливать на улице, запихивать в автомобили, везти на бойню и при этом продолжать набивать карманы за счет боевых действий. Как это раньше делали и Порошенко, теперь Зеленский, только уже в других объемах. Нужно какую-то, как они считают, кинуть вот такую то ли конфетку, то ли кость собственному народу для того, чтобы как-то простимулировать. Вот стимулирует вот таким отвлечением внимания. Были, кстати говоря, уволены многие руководители в центральном аппарате на местах налоговой и таможенной службы Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Данилов анонсировал большие чистки в силовых структурах, в том числе СБУ и полиции. Повели сообщения о якобы грядущих в скором времени серьезных кадровых перестановках в правительстве Украины. Не исключается даже его отставка вместе с премьером Шмагалем. Достоянием гласности становятся факты обостряющихся разногласий военно-политическом руководстве Украины. Команда таких вот младореформаторов Зеленского отчаянно борется за самосохранение во власти. Ну, то есть просто классическая, очередная обманная схема для собственного народа. Киев продолжает санкционную войну против нашей страны. С начала года были введены ограничительные меры в отношении сотен российских физических и юридических лиц. Одновременно происходит демонстративное ужесточение рестрикций. С февраля текущего года срок их действия увеличен до 50 лет. Ну, мне кажется, только таким образом у киевского режима есть возможность продлить собственное существование. Вот так вот на бумаге, отдавая какие-то сумасшедшие совершенно приказы или издавая указы на 50 лет вперед. 5 и 12 февраля в украинские черные списки попали 200 предприятий и научных институтов отечественной атомной промышленности, а также их руководители и видные ученые-ядерщики. Всего 198 человек. Санкции введены в отношении помощников президента Российской Федерации Юрия Ушаковой и Ларисы Бричевой. 29 января указом Зеленского ограничительные меры применены против 182 российских и белорусских транспортных и химических компаний. Среди них оказались заводы по производству удобрений. Ну, собственно, это красноречиво свидетельствует о том, как в реальности Украина подходит к реализации пакетных договоренностей в рамках так называемой Черноморской инициативы, которой предусмотрен вывоз ее зерна из портов Одесской области и доступ к российской агропродукции и удобрений на мировой рынок. Однако введенных запретов в киевском режиме мало. Он потребовал от Соединенных Штатов Америки и Евросоюза тоже присоединиться к аналогичным санкциям, но чтобы уже, так сказать, ударить так по продовольственной безопасности различных континентов мира, чтобы запомнили надолго. Украинские власти не оставляют попыток расправиться с крупнейшей в стране канонической украинской православной церковью. На рассмотрении Верховной Рады находятся четыре законопроекта, которые предусматривают ограничение ее деятельности, отчуждение собственности и смену названия. 12 февраля стало известно, что правительство внесло в парламент законопроект о запрете украинской православной церкви. Все эти документы грубо нарушают конституцию страны, но о нормах, под которыми подписались большинство, в том числе и стран европейского континента, тут вообще речи не идет. Неудивительно, что антицерковная кампания киевского режима вызывает недовольство в разных слоях украинского общества, а если говорить попросту, люди уже не понимают, зачем усугубляется и без того их бедственное положение на Украине. И вот этот самый, наверное, один из последних маяков надежды, которым была православная церковь, истинная православная церковь Украины, уничтожается у них же на глазах. Это не цинизм. Я считаю, что это один из признаков геноцида, который сейчас творится на Украине руками североатлантических структур и элит. Люди требуют у Зеленского прекратить атаки на православие, но кто же их слышит? Ведь он же поставлен был туда именно для того, чтобы совершить полное самоубийство Украины. Это, конечно, доведение до самоубийства, это убийство, но обставить так, что это внутренние процессы довели страну Украину до такого состояния. Все, что мы видим за последние десятилетия на территории Украины, это результат деятельности североатлантических соответствующих политических группировок глубинного государства в Соединенных Штатах Америки и в Британии, и, безусловно, при участии спецслужб этих государств. Ну, власти, нужно ли говорить, на Банковой остаются просто безучастными, глаз у народа продолжают делать все для усугубления раскола, усиления межконфессиональной напряженности. При этом мы так и не услышали от, ну, как он себя называет, демократический либеральный Запад, который постоянно радеет за права человека, за, как они говорят, плюрализм, свободу слова, свободу взгляда, в том числе и религиозных, четкого и внятного осуждения антигуманного беспредела, который устраивает киевский режим. Каждый раз доклады, каждый год выходят какие-то обзоры, доклады, аналитические справки, публикуются Госдепартаментом США относительно того, как в различных уголках мира людям дают или не дают возможность проявлять свои религиозные взгляды и убеждения. Вот, мне просто интересно, а квалификация того, что происходит сейчас на Украине в отношении Украинской Православной Церкви, будет дана Госдепам США? И зачем ждать очередного доклада? Прекрасный повод опубликовать, как они любят пресс-релиз, может быть, даже и на русском языке, где рассказать о том, как Соединенные Штаты Америки видят творящееся бесчинство на Украине, как они их могут квалифицировать. Западники, как и раньше, просто покрывают своих подопечных и наблюдают молча, как они расправляются с самой крупной конфессией страны. Это же не просто конфессия, это же люди, которые верят, это люди, которые непосредственно причисляют себя к этой религии. Это не просто уничтожение книг, ну, для Запада это теперь норма уже, мы видим. Это уничтожение веры людей, это попытка перепрошить людей, перезагрузить их сознание, их волю, их менталитет. На Украине не прекращается борьба с памятниками героям-красноармейцам. Теперь добрались и до могил. В селе Баднаров Калужского района Ивано-Франковской области власти, сейчас цитата, в целях защиты культурного пространства Украины планируют демонтировать памятник уроженцу Костромской области, герою Советского Союза Александру Крикову. Я напомню, он погиб за освобождение Украины от нацистов в возрасте 21 года. Планируется, опять же, цитата, «осуществить раскопки, эксгумацию и перезахоронение его останков на сельском кладбище». Нормально, да? Демократия добралась до Ивана-Франковска. Неравнодушные люди говорят, что если так пойдет и дальше, остается только ждать, когда Зеленский распорядится демонстировать надгробие могилы своего собственного деда. А я не удивлюсь. В этом неадекватном состоянии, в котором он пребывает, все что угодно может быть. Недавно в Верховную Раду внесен законопроект об упразднении, как они называют, советских праздников. Что же это за советские праздники такие на Украине, которые нужно вот вымарать, изничтожить, максимально вот сделать все, чтобы о них забыли. Вы не поверите, 8 марта. Советский праздник 8 марта. То, что это международный женский день, и то, что пришел он в Советский Союз неоткуда-нибудь, а от просвещенного Запада, это кийский режим совсем не волнует, потому что это люди абсолютно безграмотные. Не уверен, что уже даже люди, потому что те процессы расчеловечивания, которые мы наблюдаем, от эксгумации тел героев войн, которые освобождали страну от фашизма, до переписывания истории полностью, ну, вряд ли можно назвать такой громкой монетой в копилку поддержания своего человеческого облика. 8 марта-то, международный женский день, это не советский праздник. Я напомню, я понимаю, что кому-то, наверное, нужно это напоминать, может быть, кто-то забыл, но, видимо, на территории Украины, во властных структурах не осталось людей, которые хотя бы как-то что-то знают, что-то слышали о мировой истории. Были такие Клара Цеткин, Роза Люксембург, они не совсем советские были, ну, прямо совсем не советские. Еще раз повторю, вот этот, как они называют праздник, советский праздник 8 марта отмечают не только в России, а, да, это в Советском Союзе. Его во всем мире отмечают. Это еще раз, я еще раз вынуждена это подчеркнуть, международный женский день. Какие еще праздники стоят поперек горла киевскому режиму и мешают им жить? 1 мая, не поверите. Просто нужно изничтожить и сразу жизнь наладится. Ну и, конечно, День Победы. Это уж совсем неудивительно, учитывая, что они делают с героями Великой Отечественной и Второй мировой. Так вот, эти праздники предполагается заменить на украинские. Какие же? Ну, например, женский праздник собираются отмечать 25 февраля. Не надо удивляться, что 25, потому что все же переначивается, все же ставится в общем-то с головы, с ног на голову, вверх дном и переворачивается по смыслу. Ну вот если раньше февраль все-таки был таким днем, не днем, а месяцем, когда мы отмечали все вместе, кстати говоря, ничего в этом плохого не было, День защиты, День защитника Отечества, то теперь нужно устроить день, связанный с украинской женщиной. Так и называется. 25 февраля предполагается сделать днем украинской женщины. Или днем Леси Украинки. Что же будет 9 марта? А 9 марта было 8 марта, а теперь 9 будет. Вводится праздник Шевченковский день или день рождения Тараса Шевченко. 1 и 9 мая отныне будут рабочими днями. А вот 8 мая провозглашен днем памяти и примирения. Ну, то есть вы понимаете, да, что ни победе, ни о Великой Отечественной войне вообще как бы тут речи не идет. Да, безусловно, я так думаю, что все-таки победу в Европе они как-то упоминать будут в международном контексте, но для себя, для внутреннего пользования это будет день памяти и примирения. Чтобы быть ближе к своим американским и европейским хозяевам, киевский режим готов в принципе на все. Ему не важно, что для этого потребуется уничтожить, мирные города Донбасса, историческую память или остатки какого-то критического мышления у себя и у людей. Мы обратили внимание на очередную порцию лживых утверждений Минотел, как он себя называет Украины, Кулебе, ну это вы знаете, я считаю, что это шедевр. Вот ему удалось переплюнуть самого себя. Редко так бывает, но вот он смог. Прямая цитата от Кулеба. Российскую империю создали французы, немцы и украинцы. И теперь нам, ну то есть им, киевскому режиму, надо решить, что с ней делать. Конец цитаты. Мне единственное хочется уточнить, Российскую империю создали французы, немцы, украинцы именно в такой последовательности. То есть там вот именно сначала начали создавать французы, потом немцы, а потом украинцы. То есть так было дело. Не наоборот, или это вообще не имеет отношения к историческим датам, а просто в совокупности. это, конечно, невероятно просто, просто невероятно. Куда и, ладно, Рюриковичи не присутствуют здесь, или это ближе к французам, или это сразу украинцы были. Судя по всему, от примитивной пещерной русофобии, стремления отменить Россию, многие в Киеве начинают испытывать просто острые приступы шизофрении и мании величия. Но даже эта тенденция, мне кажется, не объясняется и не объясняет эти заявления Кулеба. Все-таки хотелось бы, чтобы он мысль-то развил, если можно это назвать мыслью, по крайней мере тезис. Но, конечно, его сложно каким-то образом на мой взгляд обойти, но все равно вот есть и продолжатели этих идей. Как вы знаете, на днях Нью-Йоркский музей Метрополитен решил записать в украинцы великих русских художников Ивана Айвазовского и Илью Репина, да, и Архипа Куинжи. Вообще они при жизни они я для Метрополитен музея хотела сказать, что они жили, они живыми людьми были. Не только их имена вписаны и подписаны их именами картины и произведения, но они были живыми людьми. Это не мифологические образы, это не из сказочного эпоса, это не из каких-то там легенд, это живые люди, у них есть дата рождения, кстати, тогда был и Пол, и плюс у них еще речь была прямая, они о себе раньше могли сами говорить. Так вот, при жизни они сами о себе, тогда еще было такое право, которое сейчас пытаются на Западе отменить, когда человек имеет возможность оперировать фактами, так вот, при жизни они неоднократно говорили, что считают себя исключительно русскими людьми, видимо, они что-то вкладывали в это понятие, или мы и у них отнимем право вот то самое, которое было всегда на сохранение памяти и сохранение правды о людях, которые ушли. Ну, вопрос-то уже надо ставить шире, ведь сейчас получается мы стали свидетелями как крупнейший музей с мировым именем занимается антинаучной деятельностью. Это же не просто подмена, подлог, ошибка или политизация, это антинаучная деятельность. Если у вас есть доказанные факты, подкрепленные документами, и вы начинаете их искажать намеренно, делая это публично, превращая это все в компанию, это антинаучная деятельность. Разве не знали искусствоведы в Соединенных Штатах Америки столь авторитетного музея о фактах биографии этих трех русских художников? Да, конечно, знали. Но кто-то-то знал, или те, кто знали куда-то в подвал отвели, там привязали, чтобы они не протестовали, что-то случилось в музее Метрополита, там скрутили, захватили директора, людей, которые хоть как-то более-менее оперируют фактами. Что происходит? Кто там подмял управление? Это, знаете, в таком случае не просто фальсификация, которая укладывается в линию западников по отмене русской культуры. Это откровенное мошенничество, это вредительство, это то, чем должны заниматься правоохранительные органы. А что дальше будет? Мне просто интересно. Нам сейчас демонстрируют, как в отношении людей, которые умерли, которые были известными, о которых есть много документальных фактов и свидетельств, можно предпринимать подобные мошеннические действия. Можно называть их людьми другой национальности, видимо, другого гражданства, хотя у них даже паспорта были, свидетельства рождений тоже имелись, там есть соответствующие записи. А дальше что? А я вам расскажу, что будет дальше. И не думайте, что это фантазия. Нет, это просто логическая цепочка. Дальше они будут менять имена. Вот так вот, как это было сделано сейчас с национальностью и гражданской принадлежностью. Ведь прокатило же, ведь все же в Соединенных Штатах Америки с этим смирились, а что будет дальше? Дальше вот такие полудикие американские искусствоведы будут менять имена на картинах художников. То есть они просто будут подходить, зачеркивать, ну, например, имя Рафаэль и писать американского художника для того, чтобы его прославить в веках. Но может же быть и обратный процесс. Совершенно легально они будут брать никому неизвестного художника и вписывать его имя в какие-то произведения известных людей, или, как я уже сказала, будут делать иначе, будут брать произведения неизвестного художника и ему присваивать имена известных авторов? Ведь процесс-то был уже запущен. Что дальше? Изменения без научной экспертизы, названия картины, материалов, которые были использованы при ее создании, краски, холст, так далее. даты будут меняться так, как они считают нужны. А какая разница-то? Разницы ведь нет никакой. Если без какой-либо фактологической основы и вопреки существующим фактам и документам можно изменить гражданство и национальность, можно поменять тогда все. Вы думаете, они на этом остановятся? Конечно, нет, дальше пол будут менять. Дальше они будут рассказывать о том, что, ну, я не знаю, Айвазовский или, ну, почему нет, а почему не Микеланджело? Они были, они не были мужчинами, они были, я вот уверена, они рассказывают, что они были, например, трансгендерами. Ну, а почему нет? Ведь в отношении, например, таких, в общем-то, исторических и культовых персонажей, которые описаны в тех книгах, которые признаны у миллиардов людей в качестве святых, это уже происходит, нам же уже начали рассказывать британские так называемые ученые относительно того, что все, что было описано в Новом Завете происходило с трансгендером или как-то как они там назвали человеком, не имеющим пола и так далее, и так далее. Они же уже начали делать, но вот что будет дальше? Айвазовский и Куин же вместе с Репиным окажутся женщинами или трансгендерами? Что дальше? А нет разницы? Разницы нет никакой. И точно так же могут менять расы, например. Ну, я уже видела вчера, видела, обложку мне показали, я не поверила, но мы проверили, оказалось так, что оказывается и герои произведения Дзюма, три мушкетёры это были совершенно люди не европеоиды, это были люди разных рас. Ну, вот так художник видит сегодня. И такую историческую реальность нам пытаются привить. Понимаете? Совершенно уже не скрывая, что речь идёт ни о какой, ни о толерантности, а просто о подмене понятий. Поэтому это вопрос к тем, кто должен задавать юридическую оценку подобным вещам. Запад просто сумел взрастить украинских неонацистов и преступников, однако создать для киевского режима великих гуманистов, мыслителей, художников ему не под силу. Поэтому приходится, видимо, воровать и заниматься тем, что, собственно говоря, у Запада лучше всего получается в последнее время. Воровать бесстыдно. Коллективный Запад чётко сигнализирует, что настроен продолжать выделять миллиарды на поддержку тонущего в крови и коррупции неонацистского киевского режима, несмотря на то, что это уже легло тяжким бременем на рядовых европейцах. В свою очередь украинские власти, обслуживающие интересы западных гегемонов, и далее намерены вести войну до последнего украинца. Ну, так у них де-факто получается. И проводить кампанию по разрыву духовно-культурных связей между людьми. Я даже не про странное говорю, а просто между людьми, вопреки интересам этих самых людей, которые безмолвно вынуждены в этом участвовать. А безмолвно, потому что говорить на территории Украины то, что считают люди нужным, стало опасным задолго до 2022 года. Сколько было убито правозащитников, журналистов, публицистов, я думаю, вы все хорошо помните. Как бы ни старались навредить России, конечно, правда восторжествует, как это было неоднократно в истории. Все больше стран, общественных деятелей, политиков понимают лживость западной политики по удержанию своего доминирования любыми средствами. Вот, кстати, обращаю внимание, это еще из серии манипуляций, лжи и так далее, и так далее, на которые сейчас в отчаянии просто пикируют или пытаются использовать под эгидой коллективного Запада на банковые. Я хочу обратить внимание на заявления межведомственного коррекционного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. Оно было сделано 14 февраля. В нем указывается на то, что украинские власти при поддержке своих западных кураторов не оставляют попыток идти по проторенному пути провокации и обвинений России в нарушении ядерной безопасности на Украине. Киевский режим планирует представить мировому сообществу некие весомые доказательства, якобы подтверждающие, что в результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения в феврале-апреле 2022 года произошло радиоактивное заражение значительной части территории Украины. Не знаю, может это они о Зеленском? Может они так его странное состояние пытаются объяснить? Но отличительной чертой и основной такой базой подобных информационных бросов являются ничем не подкрепленные сфальсифицированные данные. Украинские власти пользуются любым случаем, чтобы сеять дезинформацию о ядерных угрозах якобы исходящих от России. При этом напомню, основным источником являются они сами, что подтверждают многочисленные зарегистрированные факты обстрелов Запорожской АЭС именно со стороны вооруженных сил Украины. Ну и конечно разразилась тут Виктория Нуланд целую серию умопомрачительных и абсурдных заявлений она себе позволила. Вот одно из высказываний Нуланд о том, что Вашингтон поддерживает нанесение ударов Украины по российской военной инфраструктуре в Крыму. Также она считает целесообразным демилитаризацию российского полуострова. В очередной раз приходится констатировать вовлеченность США в конфликт на Украине. Они поставляют оружие в огромных количествах, предоставляют разведданные, просто участвуют впрямую в планировании боевых операций, обучают украинских военных и представителей различных незаконных вооруженных формирований. Делают это давно, в 22-м и до этого. Именно Вашингтон фактически запретил киевскому режиму вести переговоры с Москвой, продолжая противостояние с Россией, как они опять же на фактах показывают до последнего украинца. Теперь же американские поджигатели войны пошли еще дальше. Они подстрекают киевский режим к дальнейшей эскалации, переносу войны на территорию нашей страны. Вот так прямыми ударами. То, о чем мы предупреждали раньше, то из-за чего собственно мы были вынуждены начать специальную военную операцию. Теперь они, я имею ввиду представители, высокопоставные официальные представители Соединенных Штатов говорят об этом вот так прямо, открыто, не стесняясь. Это просто стравливание, которое шло годами, а теперь перешло просто в фазу открытых призывов. Понятно, что упоминание некой военной инфраструктуры в речи Нуланд, это не более чем попытка прикрыть неким благовидным предлогам желания поражения нашей стране, которым они все грезят, как ненормальные. Как украинские нацисты бьют по гражданским объектам, мы все прекрасно знаем, фактов предостаточно, и мы неоднократно приводили статистику, в том числе и в международных организациях. Причем счет ведется, еще раз повторю, не с февраля 2022 года, а с 2014, потому что гражданская инфраструктура, ее подрыв, ее уничтожение всегда было заветной целью тех, кто на Украине руками киевских режимов управлял ситуацией и направлял эту ситуацию в русло стравливания и открытого конфликта. А это, конечно, Вашингтон и не в последнюю очередь Виктория Нул отлично. Напомню, именно в 2014 году, после организованного Вашингтоном антиконституционного вооруженного переворота, государственного переворота в Киеве, начались обстрелы Донбасса. Я думаю, что нет смысла напоминать, что Крым надежно защищен. Я думаю, что этот вопрос в сфере компетенции и Министерства обороны, и других наших соответствующих органов, которые дадут свои разъяснения, но я хотела бы дать совет Виктории Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО. Они в большом количестве бороздят просторы Соединенных Штатов Америки. И как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими самыми неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно. Над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым. У вас дома Виктория есть чем заняться. Я помимо НЛО, о котором теперь целую комиссию в Соединенных Штатах создали, я хочу напомнить Виктории Нуланд о том, что 3 февраля у населенного пункта из Палестаина, это штат Огайо, с рельсов сошли 50 вагонов с опасными химическими веществами. То, что происходит сейчас в американском штате, судя по всему, это крупнейшее в плане угроз экологии, жизни и здоровья техногенная катастрофа последнего времени. Причем тревожные подробности произошедшего всплывают только сейчас. А ведь прошел практически месяц. А почему же они всплывают только сейчас? Да потому что представители СМИ к месту крушения вы не поверите, не допускались. Виктория, мы знаем вас как человека, который занимался информационной политикой Госдепартамента США. Ну и в целом личность публичная. Вы не могли бы просто лично взять под контроль ситуацию со сходом 50 вагонов с опасными химическими веществами у себя в стране. Расскажите нам всем, что там происходит. Добавьте немного демократии в жизнь Соединенных Штатов Америки. Народ ваш соскучился. В процессе борьбы с восникшим в результате крушения пожаров было принято решение произвести контролируемый сброс опасного для здоровья человека химического вещества, а именно разгерметизировать ряд емкостей и произвести контролируемое сжигание содержимого под предлогом того, что цистерны могли взорваться сами от перегрева. В результате были эвакуированы порядка 5000 человек. Они проживали в радиусе до 2 миль от места ЧП. Произошло массированное загрязнение воздуха, воды и почвы. Зафиксирована гибель домашних животных, птиц и так далее. Ядовитые вещества были обнаружены в притоках реки Агайя, из которой осуществляется водозабор в регионе. Данное крушение наглядно демонстрирует, как работает западная машина по производству новостей. Декларируя приверженность природоохранительной повестке, обвиняя другие страны, например, в недостаточно амбициозных природоохранных усилиях и навязываем повышенные обязательства природоохранной экологической сфере, администрация Байдена старательно замалчивает американские провалы, вызванные промахами местных регуляторов. И связанные с перевозками опасных для здоровья человека грузов. Я хочу обратить внимание, в каждой, подчеркиваю, в каждой стране существует и угроза катастроф, и они действительно происходят. По-разному случается. Где-то от разгильдяйства, где-то от природных катаклизмов, где-то по недосмотру, да и в том числе потому, что мир наш несовершенен, человек тоже. И мы всегда с глубоким сочувствием протягиваем и руку помощи и поддержку проявляем, как это происходит, например, сейчас в отношении Сирии и Турции. И здесь мы, безусловно, мы действительно чувствуем и понимаем, насколько тяжела сейчас обстановка в связи с этой катастрофой в Соединенных Штатах Америки, потому что страдают люди, страдает природа и так далее. Только есть маленький нюанс. Прекратите нас всех учить. Я сейчас апеллирую к Виктории Нуланд и ко всем ее коллегам в Белом доме в Госдепартаменте США. Прекратите поучать весь мир, как им надо жить. Покажите своим примером, что вы умеете жить хорошо, по-доброму, качественно, ну это ваш любимый показатель, эффективно и честно. Покажите нам всем, я вас уверяю, многие потянутся к вам, но вы же делаете все наоборот, вы скрываете ваши проблемы. Мало того, сокрытие ваших проблем только усугубляет мировые проблемы, и так было на протяжении десятилетий, и при этом у вас хватает наглости, хамства, какой-то безудержной злобы поучать всех остальных, как им нужно жить. Если бы катастрофа такого масштаба случилось в другой какой-либо стране, я не знаю, Китай, не дай бог, Индия, не дай бог, Россия, да любая другая страна мира, это незамедлительно стало бы темой номер один для всех американских и, конечно, вместе с ними европейских средств массовой информации. Я уверена, что в этом случае даже ситуация на Украине потерпела бы, и номер один темой крутилась бы вот эта большая техногенная катастрофа. Вспомнили бы обо всем. В первую очередь, конечно, рассказали бы о том, что в этих странах нет демократии, или она не такая, какая должна быть. Второе, рассказали бы о том, как эти страны не соблюдают экологические требования, которые предъявляют Соединенные Штаты Америки, почему-то ко всему миру. Ну и дальше по списку обязательно нашли бы право человеческое измерение, показали бы, как страдают люди не от катастрофы, а от действий властей, как попираются их права, и так далее, и так далее. Все бы международные площадки звенели бы от американских голосов, которые порицали, взывали, кричали, требовали, угрожали, и так далее. Ну, сейчас хорошая возможность потренироваться на себе. Входите в соответствующие структуры Организации Объединенных Наций, я сейчас апеллирую к американским представителям, поставьте вопрос о самих себе, расскажите, что у вас там происходит с этой техногенной катастрофой, отчитайтесь, посыпьте голову пеплом, ну, все, как вы умеете делать в отношении других, примените к себе. Однако, авария случилась в Соединенных Штатах Америки, и поэтому идет целенаправленное приглушение инцидента и преуменьшение его значимости, ровно, как это было в Канзасе, когда развелась нефть, и когда дружно много недель молчали, все экологические структуры как будто ничего не видели, ну, потому что это где надо нефть, и кого надо нефть, и за эти новости им не заплатили, да ладно, не заплатили, у них еще отберут все, что только можно, если они только рот откроют, поэтому в ход идет все сейчас для того, чтобы в Соединенных Штатах Америки администрация Байдена была вывезена из-под информационного удара по теме катастрофы, но вернемся к правам человека, вот по традиции 21 февраля в мире празднуют Международный день родного языка, он, напомню, был учрежден Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999 году, мероприятие способствует содействию языковому, культурному разнообразию, защите исчезающих языков, конечно, национальных меньшинств, и в этом контексте совершенно неприемлемыми являются непрекращающиеся попытки отдельных стран ограничить распространение русского языка. С каждым днем их действия становятся все более возмутительными, по надуманным поводам закрываются центры русского языка, русские школы, оказывается давление на журналистов, преподавателей, упорозняются кафедры русского языка в университетах и перепрофилируются в группы славянских языков. В рамках дискриминационно- антироссийской кампании также фактически заморожена деятельность центров «Русский мир», иных образовательных гуманитарных организаций, случаи нарушения прав русскоязычного населения Украины уже перешли на системную основу, они уже вообще вне какой-либо поддающейся фиксации статистики. Это повсюду и в самых крайних проявлениях абсолютного варварства. Русский язык полностью вычищается из системы образования Украины. Науки, спорта, культуры, госслужащие, священнослужители, да и просто обычные граждане, в том числе дети, подвергаются жестоким преследованиям за использование русского языка в повседневной жизни. Власти Прибалтики, Молдавии продолжают жесткий курс на ассимиляцию русскоязычного населения и вытеснение русского языка. Мы с тревогой наблюдаем, в каком направлении развивается языковая политика наших ближайших партнеров. Стремление развивать свои государственные языки нельзя действовать в ущерб использованию русского языка. Я хотела бы напомнить, что в 23-м году этот год, я имею в виду 23-й год, был объявлен в СНГ годом русского языка как языка межнационального общения. Хотелось бы, чтобы он, вот этот период, ознаменовался не только проведением разноплановых мероприятий, но и реализацией сбалансированного курса, который был бы направлен на параллельное развитие русского и государственных языков. С учетом того, что русский язык является важным элементом российской, мировой культуры, науки и образования, ограничения на его использование создают серьезные препятствия в доступе населения к получению разнообразных знаний и навыков и снизят их конкурентоспособность. Таким образом, инициаторы антироссийских компаний просто окажут медвежью услугу прежде всего своим же гражданам. Все это требует соответствующей реакции международного сообщества и профильных многосторонних структур, и, наверное, в первую очередь, ЮНЕСКО. Со своей стороны реализуем необходимые меры и готовы реагировать на дополнительные запросы в целях дальнейшей поддержки обучения русскому языку за рубежом. Я хотела бы еще дополнительно сказать о заседании Совета НАТО на уровне министров обороны. Как я уже отмечала, 14-15 февраля в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО на уровне Минобороны. Обсуждались очередные этапы милитаризации Европы и дальнейшего наращивания потенциалов НАТО для сдерживания нашей страны. По традиции, особо упорно в вопросах поддержки киевского режима, вооруженных, формирование которого используется для борьбы с нашей страной. Это противостояние, по признанию самих НАТОвцев, становится тяжелым бременем и истощает запасы вооружений стран Альянса. Бедные какие, боже ж ты мой. Вот в эту топку конфликта на Украине бросаются миллиарды в их валютах колоссальные объемы оружия, которые методично уничтожаются российскими войсками на поле боя. Встречу министров обороны предваряло девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, о котором мы сегодня уже говорили, Рамштайн. Опять обсуждались вопросы о снабжении Киева вооружениями, необходимыми для, как они пишут, весеннего контрнаступления. Да это у вас весеннее обострение будет. А то, о чем заявила наша страна на системной основе и то, о чем говорило российское руководство в качестве целей, задач, выполняется и, я уверена, будет выполнена. Конечно, вопреки надеждам и желаниям вот этого самого коллективного Запада, не всего, мы сейчас не говорим о людях, люди даже понятия не имеют в Европе, что с ним сотворили их режимы. Я говорю о желании вот этих самых западных, североатлантических элит, которые спят и видят, как бы поживиться нашими ресурсами, потоптать нашу территорию, в очередной раз поработить людей ментально, физически или их уничтожить просто. Не будет по-вашему, как не было никогда, так и сейчас. Не будет. Судя по всему, решать вопросы, как дальше спонсировать киевский режим, становится все сложнее. О поставках боевых самолетов, как я уже сказала, об этом просто не просто говорил, требовал этого Зеленский, решение не было принято, вместо этого сделан акцент на более экономное расходование украинцами дорогого западного оружия. Представляете, какой-то нечеловеческий цинизм. Призывают вот это самое окровавленное украинское население, вымученное, измученное, растерзанное, проданное своими властями, этим киевским режимом, призывают это население экономнее использовать западное оружие. Ну, это же, это, это что-то такое, знаете, из рабовладельческого строя. Знаете, до смерти забить какого-нибудь раба, который посмел приготовить блюдо, не из двух куриц, а из трех, нанеся просто непоправимый ущерб эмоциональному здоровью своего хозяина. Это же невероятный цинизм, это жестокость какой-то совершенно запредельной марки. Не о людях, даже тех, кого построили под свое ружье, думают. Нет, не о них, а о том, как бы сэкономить и в этом. Таким образом, очевидно, что ВСУ будут вести боевые действия, еще больше заваливая передовую живой силой, просто не считая с потерями. Так это ж граждане Украины. А у Зеленского сколько паспортов, гражданств, видов на жительство, счетов в банках. Я под Зеленским имею в виду всю эту шайку. Что, они себя ассоциируют разве с этим народом, которого как бы представят? Конечно, нет. И никогда не ассоциировали. Были приведены для того, чтобы просто изничтожить украинский народ. все время говорят о России. Так в первую очередь изничтожают уже свой украинский народ. Кстати, подчеркну, многонациональный. Вот такой сценарий союзников киевского режима, похоже, абсолютно устраивает. Их заботит не столько судьба Украины и ее народа, сколько продолжение конфликта с нашей страной. Главное, чтобы все это делалось чужими руками, чужой кровью. Пока в эти руки можно что-то вложить, взрывающиеся, стреляющие и так далее, экономно, но будут вкладывать. При этом представители НАТО и ее стран-членов не перестают цинично повторять, что не являются стороной конфликта. На самом же деле, накачивая киевский режим новыми порциями летального оружия, они уже давно стали не только соучастниками, но, говоря языком криминалистики, заказчиками преступлений киевского режима. Симптоматично также, что опустошение собственных арсеналов и нуждает кураторов Украины задуматься о том, куда растворились ранее поставленные оружия, доехало ли оно вообще до фронта, или доходы от его перепродажи осели в карманах киевских чиновников. Грязь, жуть, смрад. Вот что такое этот самый коллаборационизм киевского режима и натоцентричного мира. Судя по итогам брюссельских посиделок, складывается впечатление, что накачка Украины вооружением организована странами альянса и для обогащения западного военно-промышленного комплекса, прежде всего американского, чтобы надолго обеспечить его контрактами. Ну, опять же, классическая колониальная логика, даже не колониальная, а просто логика рабовладельцев. Иначе объяснить их безудержное желание избавиться от своих арсеналов в ущерб обеспечению национальной безопасности просто невозможно. Тем более, что заказанная сейчас продукция увидит свет лишь через 2-3 года. От таких безответственных действий страдают рядовые европейцы, за счет которых будет оплачен весь этот банкет кровавый. Натовская встреча в очередной раз показала, что ведомый Вашингтоном альянс продолжает целенаправленно усугублять обстановку в Европе, бросая все новые силы и ресурсы на конфронтацию с нашей страной и создание чугов нестабильности по ее периметру. И все это может просто плохо закончиться для них самих. Жаль, что осознание этого коллективным Западом может произойти слишком поздно. И, конечно, один из примеров, о чем мы говорим в теории, теперь на практике хотела бы к этому подойти. Речь идет о американской практике принуждения нейтральных стран к соблюдению антироссийских санкций. Они пытаются причинить максимально возможный вред нашей стране и поэтому все чаще принуждают нейтральные государства соблюдать антироссийские санкции. То есть, другими словами, говоря, страны не собираются внедрять или вводить или разрабатывать антироссийские санкции ни в своем законодательстве, ни поддерживать их. И тогда Соединенные Штаты начинают их запугивать. Как запугивать? По-разному. Мы об этом говорили и в ходе брифинга 1 февраля. И еще один факт сегодня готов привести. Нам стало известно, что нескольким десяткам российских судов было запрещено заходить в Порто-Бангладеш. Знаем, что это недружественный шаг, и он был принят властями страны не по своей инициативе. Он был принят под угрозой применения вторичных санкций со стороны США. Вот вам пример, еще один пример вот этого запугивания. Мы сожалеем о том, что Дака уже не в первый раз уступает. Без церемонному давлению Вашингтона, подавшись откровенному шантажу, она рискует поставить будущее традиционно дружесных российско-бангладешских отношений в зависимость от прихоти третьей страны, преследующей собственные геополитические цели. Мы рассчитываем на то, что руководство Бангладеш найдет в себе силы для более решительного отстаивания своих национальных интересов и, безусловно, отвечает развитие взаимовыгодных партнерских связей с Россией, которая не раз приходила на помощь этой стране в различные периоды ее истории. И теперь о техногенных катастрофах, которые подошли, я имею в виду землетрясения в целом в ряде стран. Мы продолжаем оказывать поддержку Сирийской Арабской Республики в ликвидации последствий стихийного бедствия. Поисково-спасательные работы, в которых приняли активное участие военнослужащие группировки вооруженных сил Российской Федерации в Сирии и прибывшие в страну специалисты МЧС практически завершены. Российские спасатели самоотверженно трудились на самых сложных участках в наиболее пострадавших районах и полностью выполнили все поставленные задачи. Аэромобильная группировка МЧС, которая в течение недели находилась в Сирии, уже вернулась на родину. На текущем этапе приоритетное значение приобретает задачу оказания Сирии срочной гуманитарной помощи. 10 февраля двумя самолетами МЧС России был доставлен гуманитарный груз весом 70 тонн, включая продукты питания, предметы первой необходимости. В этот же день в Сирию прибыл первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России с более чем 20 тоннами гуманитарной помощи на борту. Она была оперативно распределена среди жителей пострадавших районов при содействии военнослужащих российского центра по примирению враждующих сторон. Произошедшая в Сирии трагедия получила широкий отклик в российском обществе. Продолжается сбор материальной и финансовой помощи для оказания содействия нуждающимся сирийцам, в том числе с участием посольства Сирии в Москве. В этих условиях активно участвуют неравнодушные люди по всей стране, различные неправительственные фонды, организации, подключились российские регионы. От одной только Чеченской республики в Сирию уже направлено 36 тонн предметов первой необходимости, а также собраны и подготовлены к отправке 72 тонны помощи. Хотелось бы отметить, что, как и Россия, руку помощи Сирии протянули многие страны мира. Среди них Азербайджан, Алжир, Армения, Бангладеш, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Казахстан, Китай, Куба, Индия, Ирак, Иран, Иордания, Ливан, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Судан, Таджикистан, Тунис, Турция, Япония. Даже члены ЕС, кстати говоря, рискнули, Италия и Румыния. Они прислали через международный аэропорт Бейрута медикаменты и товары первой необходимости. Характерно, что если Турция получила помощь от 21 страны ЕС, ну и меня данные на ситуацию день, два назад, то Сирия лишь от 9 стран Европейского Союза получила помощь и содействие. Вы же видите, абсолютно политизированная история, причем такая политизация, это на крови, в гуманитарном треке ну совсем нельзя. А хотелось бы отметить, что среди оказавших Сирии поддержку немало государств арабского мира этот факт вселяет надежду и на то, что процесс возвращения Сирии в арабскую семью продолжит набирать обороты. Так бывает, когда близкие родственники перед лицом беды, постигшие одного из них, урегулируют разногласия, казавшиеся еще вчера непреодолимыми. И мы, конечно, эту тенденцию приветствуем. Вновь подчеркиваю необходимость срочного снятия всех действующих в отношении Сирии односторонних ограничительных мер, значительно затрудняющих усилия по ликвидации последствий произошедшего масштабного стихийного бедствия в Сирии. Ну вот, к вопросу относительно того, как вот эта лжеповестка набирает обороты. Я обратила внимание на очередной документальный проект британских средств массовой информации. Конечно, в центре наша страна, без нас никак, создание такого, знаете, жуткого черного образа. На этот раз отличились на четвертом канале британском, либо вдохновившись, либо позавидовав пропагандистским лаврам недавно вышедшего цикла BBC, авторы громко заявили о себе, в общем, уже прямо сразу в заголовке фильма, ну, должна это произнести, фильм «Четвертый канал Британия» называется «Стрептизерши, шпионы и российские деньги». Видимо, звонки и названия были нужны для того, чтобы привлечь аудиторию, которая устала от бесконечной антироссийской клюквы, ведь содержимое представляет собой не что иное, как очередную теорию заговоров, не имеющую под собой ровным счетом никаких весомых доказательств. Но если голосовными русофобскими обвинениями нас уже давно не удивить, то один важный момент в фильме действительно заслуживает того, чтобы о нем упомянуть. В картине открыто признается, что британские спецслужбы, в частности МИ-5, взламывают адресные книги в мобильных телефонах сотрудников иностранных дипмиссий в Британии. Иными словами, речь идет не просто о прослушке частных телефонных разговоров иностранных дипломатов, но и о проникновении, видимо, в удаленном формате в базы данных на их мобильных устройствах с целью их кражи. Столь неприкрытые и вопиющие нарушениям Лондона международных норм, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и взятых на себя соответствующих международных обязательств, просто недопустимо, странно, что нужно об этом говорить. Вот в Лондоне Foreign Office и МИ-5, МИ-6 очень любят всякие расследования с обвинениями, прям с приговорами, ну, помните, да, Скрипали, скамейки, коты, утки, не знаю, отравленные полицейские, ну, просто в лучших традициях детективного жанра, вот есть над чем поработать. Еще раз, фильм, средства массовой информации зарегистрированные, не какие-то анонимные там блогеры, все это показано было, есть прямое, ну, по сути, обвинение, потому что это же находится вне закона, даже вне британского закона. Так вот, принцип неприкосновенности корреспонденции никто для англичан не отменял. Даже если Запад пытается, вопреки общепризнанным международным правилам, изобрести некие правила собственного миропорядка, которые никто не видел, не читал, но законодательство то, оно все-таки существует, национальное, или уже отменили его в Британии. Нашим коллегам из других стран стоит задуматься о том, чтобы аккуратнее вести дела в общении с британскими партнерами для них, а для нас уже давно не партнерами. Конечно, мы помним, что джентльменам верят на слово, просто теперь мы не считаем их джентльменами. И вот еще из цифровых технологий такая же история, но мне кажется еще более интересная. На днях вышло сразу несколько материалов по итогам расследований журналистов, которые получили доступ к документам администрации соцсети Twitter. Заслуживают внимания и сами выводы исследований и полное отсутствие реакции Белого дома и Госдепартамента к этой теме. Виктория Нуланд, пожалуйста, уделите этой теме пристальное внимание. Давайте все по порядку. Итак, не только специалисты по Америке, но и далекие в принципе от внешней политики и обыватели помнят о широкомасштабной, даже тотальной медиакомпании о так называемом русском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. Кто же ее тогда развернул? Ее развернули американские демократы и подконтрольный им мейнстрим и все это было сделано против Трампа, кандидата. Я не собираюсь влезать в их внутриполитические грязги, это к ним, но здесь не про них, здесь про нас. Побочной жертвой стали российско-американские отношения, как вы помните, нас обвинили в том, что мы вмешивались выборы, русские там все взломали везде, что-то там выкрадывали, запустили в СМИ, это повлияло на ход выборов, и поэтому, помните, напоследок уходящий Обама выслал российских дипломатов, отнял у нас недвижимость и так далее, и так далее. Одним из центров, где генерировалась лживая фактология о русских фабриках троллей, которая потом тиражировалась в американских и глобальных медиа, был проект Hamilton 68 инициатива по борьбе сознательно искаженной информации. Это результат работы Альянса за демократию при германском фонде маршала Соединенных Штатов. Это аналитический центр, финансируется он несколькими правительствами, включая США, Швейцарию и ФРГ. Кто же входит в правление этой замечательной структуры? Ба, знакомые все лица. Ну, озвучиваем, да? Итак, там есть и такие матерые русофобы, типа Майкла Чертофа, это экс-министр внутренней безопасности при Буше-младшем, это, конечно, Майкл Макфол, скандалившийся посол США в России при Обаме, Билл Кристал, экс-редактор The Weekly Standard, Джон Педаста, председатель движения Америка за Хиллари, но имеется в виду Хиллари Клинтон. Одно время там даже числился Джейк Салливан, это нынешний помощник президента США Байдена по нацбезопасности. В общем, гремучая смесь спецслужбистов, политиков, демократов, вот этих вот ультралибералов и медиа воротил. Так, чем же занимался вот этот Гамильтон 68 и администрация Твиттера? Речь, по мнению журналистов, идет как минимум о сговоре между крупнейшим IT-гигантом и представителями либерального эстеблишмента. Их целью была цензура консервативных точек зрения и внедрение догм демократической политики. Демократическая имеется в виду неолиберальная, вот той самой, которую, кстати говоря, Виктория Нуланд, Байден и вся эта губкомпания с Клинтонами продвигает через зомбирание американской мировой аудитории мифом о русском влиянии и угрозе. На протяжении нескольких лет Хамильтон 68 генерировал сотни, если не тысячи новостей о русских ботах. Их ноу-хау был некий секретный источник. Список из 64 аккаунтов, которые, как они утверждали, были связаны с Кремлем. Между прочим, так могло бы продолжаться десятилетиями. Но тут в материалах Твиттер журналисты обнаружили этот список. И оказалось, что русских там почти нет, зато есть множество настоящих американцев. А вот это вот тоже подлог. Русским влиянием называли обычные разговоры обычных консерваторов. Банальный обман. И хуже того, слежка за собственными гражданами, которые просто делились своими политическими взглядами. Вот это вот все выдавалось за какое-то русское влияние. Что же происходит в Вашингтоне после столь громкого разоблачения? А это, извините меня, сговор как раз тех, кого они всегда ставят на пьедестал. Те самые медиаплатформы, IT-гиганты, обеспечивающие свободный обмен мнениями, словом и так далее. Медийщики. А тишина. А как всегда, что ни расследование, основанное на фактах, так все не видят, не слышат. Просто ничего не понимают. Электричество отключили, компьютер не включить. Понимаете? Каждый раз. Вот сейчас Северный поток. Вышло расследование американского журналиста. Все. Глаза в пол. Это полная чушь. Ничего не слышали, ничего не знаем. Комментировать ничего не будем. Про Твиттер вышло. Изнутри Твиттера расследование. Американские журналисты, к нам не имеющие никакого отношения, уже написали. Ничего, никто из официоза не говорит. Журналистов как-то назвали распространителями теории заговора, но это любимое, и всячески игнорируют. Я просто напомню, что теория заговоров и вот подобная риторика была разработана американскими же спецслужбами. Мы даже давали информацию примерно там в 60-е годы, когда нужно было каким-то образом начать, ну, так американцы, глубинное государство думало, начать контролировать американских журналистов-расследователей, потому что они же всем рассказывали, что свобода слова это все, и вот нужно было как-то ограничить и поразить их в правах. То есть те, которые работали на вот эти самые структуры и отрабатывали нужную версию, можно было называть журналистами-расследователями, а те расследователи, которые вынимали на свет божьи факты, неудобные, а во многом просто дискредитирующие власти, их начали называть представителем теории заговоров. Ну вот все, классическая история. Это была разработанная такая компания в американских спецслужбах. Вот такая вот история. Сейчас все это вылезло наружу, но всячески игнорирует официальные власти запросы, вопросы журналистов на этот счет. Как же поживает после разоблачения пиар-проект «Хамильтон-68»? А он продолжает здравствовать. Теперь это «Хамильтон-2.0», который расширил сферу своей деятельности, в том числе и на анализ дезинформации из Китая и Ирана. Таких, по сути, пиар-агентств, которые маскируют себя под русофобские, исследовательские и прочие неправительственные организации с тщательно спрятанным правительственным финансированием в Вашингтоне и Лондоне десятки. Мы рады, что после наших разоблачений у многих фигурантов типа гендиректора Глобальной ассоциации по связям с общественностью и коммуникациями Ингема дела начинают идти не очень хорошо. Государственное финансирование таких лавочек объясняет отсутствие официальной реакции. В общем, рыл-то в пуху. И вот, кстати, еще один свежий пример. Вскрывшееся госдеповское финансирование очередной конторы по борьбе, как они называются, враждебной пропаганды. The Global Disinformation Index. Это британская организация с двумя аффилированными американскими некоммерческими отделениями сливает рекламным компаниям так называемые черные списки с целью прекращения финансирования и закрытие консервативных веб-сайтов, которые распространяют предполагаемую, как они это называют, дезинформацию. Финансирование этого так называемого индекса шло через Национальный фонд демократии. Кто же его финансировал? А вот кто? Только в 21-м году этот Национальный фонд демократии из Госдепа получил барабанная дробь 300 миллионов долларов. Ну и там есть еще и Центр глобального взаимодействия при Госдепе. И мы конечно безусловно будем следить за развитием этой увлекательной истории и привлекать внимание к таким фейковым НПО, потому что на них в том числе и строится вся система западной лжи, они называют это системой западной демократии. Вот кто стоит внутри этой западной прогнившей демократии, мы видим проплаченные западной же демократии за огромные, за колоссальные деньги, якобы НПО, которые отрабатывают четко заказ той администрации, которая им эти чеки выписывает. Смысл очень простой противодействия нашей стране, использование темы России для внутриполитических разборок, недобросовестная конкуренция и так далее. Мы уже неоднократно рассказывали о разделе исторические материалы официального сайта МИД России. Он содержит, среди прочего, развернутые примеры фабрикации с западными странами информационных поводов для агрессии против других стран, сведения о материальных последствиях военных, интервенции США, их европейских союзников, хронику американских, британских преступлений. Оказалось, что стоит только копнуть, и материалов на данной теме хватит на несколько белых книг, поэтому мы решили создать на сайте министерства новые разделы и включить в него весь архив, накопленный за последние годы нашей работы по систематизации нарушений западного международного права, включая гуманитарное. В общем, массив информации в разделе белые книги включены следующие о материальных последствиях военных интервенций США, их европейских союзников 2022 года, перечни военных преступлений США, их союзников в Сирии 2016 года, трагедия без срока давности тоже Сирии 2016 год, белая книга нарушений западными государственными правозащитных стандартов под предлогом борьбы с терроризмом и другими криминальными вызовами и угрозами 2019 год, ежегодные доклады о ситуации с правами человека в отдельных странах, борьба с героизацией нацизма, о нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах, хроники о сирийском химическом досье, репрессии в отношении российских СМИ за рубежом, США, украинская военно-биологическая деятельность и многое другое, в частности белая книга о фактах гибели гражданского населения Афганистана в результате противоправных действий США и их союзников 2022 года. Особо хочу выделить материалы по Украине. Белая книга нарушения прав человека на Украине 2013-2014 года, трагедия Юго-Востока Украины, белая книга преступлений 2015 год, доклад о ситуации с правами человека на Украине 2020 года, иллюстрированная брошюра «Правда о событиях на Украине» в Донбассе 2014-2022 года, добавлены к ним также материалы Фонда исследований проблем демократии о Сирии и Украине, ссылки все будут в тексте сегодняшнего брифинга, и на основной странице сайта министерства также сегодня мы разместим баннер, который будет направлять на раздел «Белые книги». Просто говорим это для того, чтобы привлечь внимание всех неравнодушных и заинтересованных в поиске правды. 18 февраля отмечается 75 лет установления депотношений между Россией и Республикой Союз Мьянма. Наши страны подошли к этому знаменательному событию с солидным багажовым достижением по ключевым направлениям сотрудничества. Сторонние отношения отличаются традиционно дружественным характером. Они основаны на взаимном уважении и поддержке, прочно опираются на совпадение или близость подходов по ключевым вопросам глобальной региональной повестки дня. Советский Союз одним из первых признал, напомню, независимость Мьянмы, а до 1989 года официальное название было Союз Бирмы и оказал значительную помощь в преодолении разрушительных социально-экономических последствий колониального правления Британии. При нашем содействии были построены технологический университет, в Янгоне, больница, в Туанжи, гидротехнический комплекс Чималтау, ряд крупнейших хозяйственных инфраструктурных объектов. Сегодня динамично развивается двусторонний политический диалог, налажен делегационный обмен, ширятся контакты по линии ведомств, деловых, академических кругов, реализуются совместные проекты в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Обоюдное настроенное укрепление многопланового сотрудничества был подтвержден во время встречи президента Российской Федерации с председателем Государственного административного совета Мьянмы. Напомню, встреча состоялась в сентябре 2022 года на полях 7-го восточного экономического форума во Владивостоке. В ходе рабочего визита Министра иностранных дел России НИПИДО достигнуты договоренности об уплотнении координации усилий на международных площадках и регулярных контактов по линии внешнеполитических ведомств. По итогам третьего заседания Межправительственной Российской Мьянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре 2022 года НИПИДО намечены конкретные шаги по укреплению взаимодействия по широкому спектру практических направлений включая энергетику в сотрудничестве в сфере мирного атома промышленность банковскую финансовую сферу информационной технологии космическую деятельность авиасообщение здравоохранение образование туризма и культурно-гуманитарной связи. В юбилейный год с удовлетворением отмечаем продвинутый уровень партнерских связей с Мьянмой и мы настроены далее общими усилиями раскрывать созидательный потенциал двустороннего сотрудничества на основе равноправия и взаимного доверия. 23 февраля исполняется 185 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Сербией. По случаю этого знаменательного события создался обмен поздравительными посланиями министра иностранных дел России и первого заместителя председателя правительства министра иностранных дел Сербии. Налаживание дипсвязей проходило важное для Сербии историческое переустановление собственной государственности. Заложенные в то время традиции и взаимопонимания поддержки опирались на прочный вековой фундамент дружбы и духовной близости наших народов. На это основе выстроен современный комплекс российско-сербского сотрудничества и сегодня отношения между нашими странами возведены были в ранг стратегического партнерства. Двусторонний диалог характеризуется открытостью, регулярным обменом мнениями, ну, в общем, сверкой оценок и позиций. Стержневыми элементами российско-сербской повестки дня являются торгово-эституционное взаимодействие, культурные связи, совместная работа на международных площадках. Россия оказывает помощь Сербии в защите ее законных интересов, суверенитета, территориальной целостности, применительно к проблеме Косова в соответствии с международным правом и резолюции Совета безопасности УН-1244. Мы дорожим достигнутым высоким уровнем отношений с этой страной и выступаем за дальнейшее укрепление связей с опорой на богатые традиции, доверия, взаимноуважения и интересов друг друга. И я готова ответить на ваши вопросы. С нами ли я журнал «Международная жизнь»? Да, здравствуйте, Мария Владимировна. На этой неделе министр национальной обороны Польши Мариус Блащак заявил, что не считает проблемой участия польских наемников в военном конфликте на Украине. Как бы вы могли прокомментировать это заявление? Я видела ссылки на интервью 13 февраля на польском телеканале речь идет о министре обороны этой страны. Ему был задан вопрос о количестве граждан, которые я имею в виду граждан Польши, которые воюют на Украине. Так вот, польский министр обороны уклонился от прямого ответа таким образом, что не видят в этом проблемы. Ну вот, уровень демократии, это же демократия, знаете, да, у них называется. Когда на прямые вопросы ответы вообще не получаются никакие. То есть вообще, в принципе, сейчас на Западе отсутствует какая-либо прямая коммуникация СМИ и власти. Вот, как в этом конкретном случае. А давайте я польскому каналу, это Польсад Ньюс, давайте я отвечу. Варшава всеми силами пытается замалчивать хорошо известные факты массового участия своих граждан при прямом поощрении властей в боевых действиях на Украине. Хотя это является вопиющим нарушением польского же законодательства. Мало того, они участвуют и в подготовке украинских боевиков на протяжении делали это на протяжении десятилетий. Готовили тех, кто потом будут под прикрытием якобы протезмирных протестующих на самом деле заниматься бесчинствами и убийствами, в том числе и на Майдане 2014 года. Такие действия Варшавы наглядно демонстрируют столь присущий вот польскому режиму политический авантюризм. Кстати, не раз именно он доводил страну до беды. Я имею в виду этот политический авантюризм. Спасибо большое. Спасибо. Идем дальше. С нами портал Ньюсру. Здравствуйте, Мария Владимировна. Портал Ньюс.ру Санна Рустанова. Советник госпортамента Дерек Шоли заявил, что США не планируют сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета из-за спецоперации на Украине. По его словам, Машингтон своим решением пытается адаптироваться к реалиям. Вот как при таких обстоятельствах Москва будет выстраивать сотрудничество с другими странами в рамках этой организации? Вы знаете, у нас нормально вообще выстраиваться сотрудничество в рамках организации с теми, кто понимает, в какой организации находится. Если те, о ком вы говорите, считают, что как бы не надо выстраивать внутри организации сотрудничества, это их конкретные проблемы, это не проблемы всей организации. С другой стороны, мы не удивлены такой позиции советника Госдепартамента, поскольку единственной возможностью не сотрудничать с Россией в Арктическом Совете является только выход Вашингтона из этой организации. Просто других вариантов нет. Дело в том, что функционирование Арктического Совета, его рабочих групп и механизмов, вот все это предполагает участие всех стран-членов равноправно в соответствии с соответствующими уставными положениями. И в рамках этой деятельности рассматриваются результаты проектов, в том числе промежуточно, которые реализуются участниками организации. И в этой связи Россия, как ответственный член Арктического Совета, исходит с необходимостью исполнения принятых министрами стран Совета в Рикьявике в 2021 году, решения, работ над которыми западные партнеры, напомню, по-моему, в ущерб, в первую очередь, самим себе и заморозили. Работая в Арктическом Совете, мы, прежде всего, руководствуемся интересами международного сотрудничества, но не позволим ущемлять наши национальные интересы, поэтому в случае, если членство в организации не будет отвечать этим задачам, будут рассматриваться варианты дальнейших действий. И второй вопрос. Госпеп США обвинил Россию в подрыве усилий по армяно-азербайджанскому регулированию в формате английского группы ВСЕ. Там заявили, что проводят прямые контакты с Баку и Ереваном и намерены сосредоточиться именно на таком посредничестве. Как в Москве комментируют заявления американской стороны? Ой, ну, это вот как раз из разряда подмен, да, времени, эпохи подмен. Вот если кто и подорвал усилия по армяно-азербайджанскому регулированию, то это сами западные страны в главе США. Формат Минской группы был отправлен на свалку истории после того, как американские и французские сопредседатели под надуманным предлогом прекратили в феврале 22-го года взаимодействие с российской коллегой. Вот факт. Причем внятных объяснений таких действий от них так и не последовало. С учетом этого мы сосредоточились на оказании содействия Баку и Ливанова в рамках трехсторонних форматов с опорой на комплекс соответствующих договоренностей на высшем уровне, о чем неоднократно говорили и это все объясняли. Что касается посредничества США, о котором вы упомянули, то мы не видим, чтобы оно было наполнено реальными шагами и имело бы какую-то добавленную стоимость. Спасибо большое. Так, с нами Леонидалу. Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Мы, конечно же, с вами. У нас сегодня три вопроса. Первый вопрос касается гуманитарной помощи России и Турции. Продолжит ли Россия оказывать гуманитарную помощь Турции после отъезда российских спасателей, сотрудников МЧС? Я слетаю в какой форме? Были ли какие-то переговоры по этому поводу на уровне Министерства иностранных дел? И планируется ли визит в Турцию министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова как знак солидарности со страной после землетрясения? Вы знаете, как знак солидарности на мой взгляд важны действия направленные на помощь, на содействие, на вызволение людей из-под завалов, на гуманитарные поставки, на отклик в ответ на направленные просьбы? Вот это акт солидарности, на мой взгляд. Безусловно, к этому же относятся и политические заявления, выражения сочувствия, поддержки в публичной сфере. Но вот в первую очередь это безусловно комплексная помощь практического плана, которой мы и занимаемся. И с учетом масштабов природного бедствия в Турецкой Республике, безусловно, мы продолжаем оказывать ей помощь в ликвидации последствий катастрофы. В настоящее время соответствующие российские ведомства прорабатывают запросы, которые поступают от турецкой стороны, в том числе относительно поставок необходимого оборудования, материалов, осуществляется сбор, отправка нуждающимся гуманитарных грузов по линии отдельных российских регионов. Ну а что касается визитов министра иностранных дел России Сергеевича Лаврова, мы обязательно их анонсируем, если они будут согласованы. Спасибо большое. Также второй вопрос. На прошлой неделе западные страны, ссылаясь на спецоперацию на Украине, призвали свои страны покинуть территорию России и Беларуси и отказаться от поездок в Россию и Беларусь. Как Москва оценивает подобные действия? Ожидает ли, что еще какие-то страны дадут аналогичные рекомендации? И обсуждалось ли вот конкретно заявление посольства США в России на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и посла США Лин Трейси? Вы знаете, это провокация очередная американская относительно заявлений Госдепа американским гражданам воздержаться от поездок в Россию и Беларусь или наоборот выезжать, если они там находятся. Вот эти вбросы об угрозе ареста, об опасности подвергнутся какому-то харассменту, плохому обращению, вымогательству или произвольному задержанию, о котором власти могут не известить американское посольство, характерны как раз для дискриминационного обращения, которому подвергаются российские граждане по разным причинам, которые отправляются в США или отправляются в любую другую страну, но попадают в сферу нездоровой активности американских властей. Именно американские власти поощряют пресловутую культуру отмены в отношении всего русского, развернув настоящую охоту за теми россиянами, к которым у них есть претензии, в третьих странах мнимые, надуманные, лживые, неважно, какие угодно, вот главное, если цель определена, значит захватить. Имевшие несчастье попасть в журнала карательной юстиции США рискуют получить рекордные сроки, лишиться имущества, вот вы знаете, как с теми самыми, помните, российскими детьми, которые были усыновлены, многие из них стали жертвами как раз настоящего, нет, не харассморта, а насилия, кто-то даже и погиб или был покалечен, помните, какие смехотворные сроки давали их американским родителям, иногда эти даже и не сидели, а какие-то условные или на уровне каких-то домашних арестов и так далее, а во многом просто какие-то предупреждения за гибель ребенка, а при том, что люди не совершают никаких преступлений, к ним американские власти, если они обладают российским паспортом, могут применить все средства давления, прессинга, ареста, и при этом дать какие-то сумасшедшие по длительности сроки, ну, просто потому, что так. Вот вам разница, вот вам истинное отношение к ценности жизни, к правам человека, к морали, поэтому действующее законодательство сейчас, кстати, и меняется таким образом, чтобы обеспечить отъем собственности у негодных российских граждан, помните, да, в Соединенных Штатах Америки, что разрабатывается, и, конечно, особо я хотела бы отметить, что рекомендация обходить страной США как опасную для проживания жизни и здоровья территорию актуальна сегодня как никогда. А по поводу наших контактов с американским посольством, мы передали им специальную ноту, подготовленную относительно того, мы уже об этом говорили, что вести себя в информационном цифровом интернет-пространстве надо подобающим дипломатической миссии образом. Спасибо большое. И третий вопрос касается Израиля. Сначала операции на Украине Израиль пытался сохранять нейтралитет и даже какое-то время пытался выступать посредником. Сначала министр иностранных дел Израиля Эли Коин заявил, что Израиль будет хранить молчание по поводу операции на Украине, а потом ездил на Украину, чтобы снова открыть посольство Израиля и провел там переговоры. И он заявил о своей поддержке Украины. И Коин это первый израильский министр, посетивший Украину после начала спецоперации. Вот как вы оцениваете такое отношение Израиля? Ну, вы же правильно сказали, разные политики приходят в Израиле, в том числе у разных свои подходы, нюансы и, конечно, у нас есть существенное расхождение в оценках отдельных аспектов кризиса на Украине, вокруг нее, с Израилем, с различными администрациями в этой стране. Мы это и не скрываем, мы регулярно доводим по дипломатическим каналам нашей озабоченности и публично в том числе комментируем и неоднократно делали в ходе брифингов. При этом мы ведем доверительный диалог по широкому спектру вопросов международной повестки дня, предметно, откровенно обсуждаем в том числе и украинскую проблематику. Поэтому могу сказать, что по большинству тем нам удается находить и взаимопонимание в духе сложившихся между нашими странами традиционно дружественных отношений, но при этом подчеркну, что вот по этой конкретной теме у нас существенное расхождение. При этом это не мешает нам продолжать продуктивное сотрудничество по другим вопросам, которые представляют взаимный интерес, а также конструктивный доверительный диалог по регулированию конфликта на Украине. Спасибо большое. Так, с нами Лимедиа-корпорация Китая. Да, здравствуйте. У нас один вопрос. Статью расследования американского журналиста Сеймру Херша о планировании разработки правительственного США взрыва на Северном потоке практически проигнорировали американские западные СМИ в течение недели с момента ее публикации 15-го числа 15-го февраля Херш опубликовал пост, в котором обвинил ведущие американские СМИ и власти США в сокрытии правды о взрыве на Северных потоках. Как бы вы могли это прокомментировать? А мы уже это комментировали. Ну а как? Это сговор. Во-первых, мы сегодня уже приводили пример этого сговора администрации Соединенных Штатов Америки в различные периоды соответствующих органов власти, исполнительной власти, спецслужб и медиасреды различной и традиционных СМИ и цифровых платформ. Ничего нового в этом нет. Масштаб, наверное, поражает. Действительно. Потому что вообще-то речь идет о террористическом акте мирового масштаба. Ну вообще террористические акты, как мы помним, национальные, локальные, я имею в виду проходившие, имевшие место в рамках каких-либо государств, городов, вызывали всегда какое-то сочувствие. Помните, как меняли люди аватарки, как раскрашивали в цвет ведущие или там центральные помещения, здания в тех или иных странах. Здесь, слава богу, никто не пострадал, я имею в виду Северный поток 1 и 2, но вообще-то это уничтожение гражданской инфраструктуры, никакой реакции, кроме безмолвия, где-то растерянности, я имею в виду Северную Европу, никто и не видит. И вот журналисты начинают докапываться до истины, видя тотальное молчание своих властей, просто как будто ничего не случилось. Я думаю, что именно это сподвигло многих американских журналистов все-таки попытаться понять, а что произошло. И вот когда они свои предположения, подкрепленные их данными, фактами, не знаю, материалами, опубликовали, получилось еще страшнее, даже чем было. Потому что их начали либо третировать, либо обвинять в том, что они чуть ли не сумасшедшие, фрики, ненормальные, и игнорировать, заканчивая все это пустыми насмешками, на брифинге Госдепа, Белого дома, у меня вопрос. Хорошо, даже если они считают, что это то, что было представлено американскими журналистами, что это не требует их внимания. Так вопрос-то совершенно в другом. А где факты, которые бы американская администрация могла опубликовать, если факты журналиста Херша кажутся недостойными, смешными, несоответствующими, так сказать, высоким требованиям демократии? А где те, которые достойны факты? Где те данные, которые могла бы американская администрация опубликовать? И что, нечего сказать? Она заявляет себе как о мировом жандарме, контролере, вовлеченном во все, что происходит в мире. Подслушивают своих союзников, проводят операции по всему миру, захватывают государства. Что произошло с северным потоком? Неужели у них нет информации? Они же знали, что было в Британии с якобы новичком. Они же на основе этого принимали решение и всем говорили, что у них данные есть. Они знали, что происходило в других точках света. Здесь-то это зона натовской ответственности, как вы помните. Это же произошло на территории, которая контролируется силами стран НАТО. Кто в НАТО заправляет Соединенные Штаты Америки? Вопрос. Этот регион нашпигован разведывательным оборудованием, техникой, военными объектами, всем. Что там произошло? Прямой вопрос американской администрации. Если эти расследования, эти данные, которые опубликованы, не представляют ценности для американской администрации, они обязаны представить свою версию, они вовлечены в это полностью, они говорили много лет о заинтересованности в том, чтобы этого проекта инфраструктурного, энергетического не было, а потом, что он должен быть уничтожен. Вот они сейчас просто обязаны сказать, какова их версия случившегося. И не просто версия, а подкрепить ее фактами, данными. Эти данные у них есть, потому что, еще раз повторю, весь регион находится под покровом их средств слежения. Вот и все, что хотелось бы сказать. И напомню, что на 22 февраля намечено, это Россия запросила, специальное заседание Совета Безопасности ООН в связи с подрывом северных потоков. Мы будем требовать найти какую-то форму расследования всего происшедшего, несмотря на то, что генсекретарь ООН на устаме своего официального представителя сказал, что, цитирую, «ООН нет мандата осуществлять такие расследования». Вот тоже, кстати говоря, неплохо было бы всем определиться, у кого какие мандаты есть и на что. Мы такое видели за последнее время, как международная организация системы ООН, не имеющая ни мандата, ни прописанного устава на расследование, этим расследованием занимаются. Ну вот здесь, знаете, ситуация, ведь это же не просто теракт, хотя, почему мы говорим вообще просто теракт, это и теракт, и теракт в отношении гражданской инфраструктуры, это теракт, который повлек ущерб колоссальной экологии, это теракт, который привел в тектоническое такое движение мировую энергетическую систему, извините, это теракт, который повлек крушение многих корпораций, фирм, компаний, я уже не говорю о издержках, которые понесли десятки и сотни миллионов граждан, извините, в частности европейского континента, да и в принципе во всем мире этот теракт отозвался в экономической сфере, еще раз, и в экологической тоже, как говорят опять же экологи, ну вот нужно же понять, что происходит. Так, если у вас все, идем дальше, с нами или это Московпост? Да, здравствуйте, у нас три вопроса. Послы ЕС одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных российских активов для Украины. Министр Лавров назвал это беззаконием, сослался на связи с дружественными государствами, упомянул перевод расчетов национальной валюты и альтернативное финансовое образование. Чем Москва может ответить непосредственно Евросоюзу или отдельным странам Европы, если российские активы будут реально использованы Евросоюзу? Ну, я хотела бы начать с ключевого момента. Любое ограничение законного полноценного и беспрепятственного доступа российского государства, его юридических и физических лиц к собственным активам является уже само по себе полностью нелегитимной мерой. Она нарушает общепринятые нормы коммерческого международного права. Планы же ЕС по использованию российских средств для решения своих политических и экономических задач воспринимаются нами исключительно как грубое посягательство на суверенную собственность. И можете не сомневаться, это вызовет решительную адекватную ответную реакцию в случае эскалации соответствующего вопроса. Мы, безусловно, не хотим развития ситуации в этом направлении. Призываем Запад вернуться к строгому соблюдению продвигаемого имиджа принципа демократии, открытой экономики, конкурентного рынка и неприкосновенности частной собственности. независимо от каких-то политических требований или лозунгов, с которыми сейчас многие выходят. Ну и, конечно, все-таки напоминаем о независимости судебной системы, в которой, на самом деле, сам Запад же, по-моему, начал сомневаться после того беспредела, который там сейчас происходит. Именно опираясь на данные, ну, можно сказать, столпы правового миропорядка, включая финансово-экономическую сферу, российские власти рассматривают все возможные юридические механизмы возвращения доступа к российским зарубежным активам. Отказ недружных стран от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует всем участникам современной мировой финансовой архитектуры зависимость статуса суверенных активов национальных государств от конъюнктурного такого геополитического подхода в нескольких странах Запада. Сразу же, конечно, вспоминается выражение ветхозаветное «сегодня это ты, а завтра кто-то другой». И в этой связи мы призываем мировое сообщество со всей ответственностью отнестись к происходящему произволу и не идти на поводу у западных вымогателей. Причем примеры других стран показывают, что все политические лозунги, которые применялись к странам, которые проходили схожую историю по блокировке собственных авуаров, активов, они со временем меняются на противоположные. Я просто напомню сейчас Венесуэла. Помните, говорили, что просто правительство Венесуэль нелегитимное, поэтому деньги нужно у них отобрать. И когда полноту власти захватит легитимный Гуайдо, лже-президент Венесуэлы, то тогда ему все это отдадут. Вот сейчас Гуайдо никто руку подавать на Западе не хочет, его списали. выражаясь таким ныне современным языком, его просто слили. И все. То есть, понимаете, за пару лет тезис политический, выдвинутый Западом, поменялся на ровно противоположный. Теперь ездят делегации западных стран к Мадуро, президенту, который для нас всегда был законным президентом, так, как будто ничего у них и не было. Вы представляете? Поэтому все, что они говорят сейчас в отношении нашей страны, обвиняя ее, бесконечно запугивая, шантажируя всех и у нас, и всех, кто хочет с нами общаться, в один момент может перевернуться на ровно противоположное. Запомните это. Вот в один момент это все перевернется, и они всеми же самыми наглыми физиономиями будут утверждать, что ничего такого они не имели в виду, их просто неправильно поняли, а может быть просто скажут, что это прошлое, давайте историю не теребите и пойдемте прямо в прекрасное будущее. Поэтому в будущем иные свободные независимые государства, поверившие выстроенной Западом финансовой системе, могут испытать на себе все прелести ее якобы беспристрастного функционирования, если сегодня не дать однозначный и четкий ответ на очевидные незаконные и необоснованные действия нарушителей. нельзя впадать в средневековую тьму или в какое-то варварство, просто нельзя, это путь в никуда, это путь, который человечество уже проходило и вроде бы от него отказалось. И не следует забывать об иностранных активах западных странах, бизнесах, гражданах, которые находятся на территории нашей страны. Как известно, страны Евросоюза традиционно являлись крупными инвесторами в российскую экономику, между прочим, извлекая этого значительные выгоды для себя, для развития собственного бизнеса, хозяйства. Это привело к концентрации значительных материальных активов европейских компаний и граждан на нашей территории, кстати, существенно превышающих объемы замороженных российских ресурсов за рубежом. Это я так просто для освежения памяти. Мы, безусловно, исходим всегда из законностей, из того, что даем благоразумию партнеров или не партнеров все виды последних шансов. Но мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности вплоть до применения равнозначных компенсационных мер. Тоже, чтобы ни у кого не было иллюзий. Спасибо. Второй вопрос. В октябре прошлого года вы говорили о беспристрастности и равноудаленности чиновников, работающих в секретариате ООН. Министр Лавров тоже затронул тему приватизации западом руководящих органов международных организаций, включая органы ООН. Какие существуют механизмы для преодоления такой несправедливости, если это слово вообще применимо? Когда мы требуем от секретариата ООН строгого следования принципам беспристрастности и равноудаленности, то отстаиваем ничто иное, как неукоснительное соблюдение буквы и духа Устава Всемирной Организации. В ходе брифинга 20 октября прошлого года я упомянула статью 100 Устава, где написано прямая цитата «Генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от кого бы то ни было правительства или власти посторонней для организации. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед организацией». Конец цитаты. Еще раз напомню, это Устав ООН. Россия всегда ставила во главу угла уважение учредительного документа Организации Объединенных Наций, который по сути формирует фундамент современной международной правовой системы. Что касается приватизации так называемых руководящих ООНовских органов, то тенденция на их заполнение гражданами западных стран действительно не может не вызывать озабоченности, да и возмущение уже теперь, потому что тенденция это многолетняя. Такое положение дел вдвойне опасно на фоне активизации попыток США и их союзников подчинить организацию своим абсолютно корыстным интересам, превратив ее в инструмент давления на неугодные государства, в том числе России. Теперь уже их интересы сложно назвать корыстными, это просто преступные интересы. Однако нельзя забывать и о том, что в том же уставе ООН, а именно в статье 101, говорится о необходимости соблюдения принципа справедливой географической представленности при принятии решения о приеме на службу в секретариат. Поэтому здесь речь идет не о каких-то российских придирках или просто о высоком понимании справедливости. это приверженность базовым постулатам всемирной организации, которые зафиксированы на бумаге, которым все должны быть привержены. Наша страна последовательна на всех уровнях призывает к безусловному уважению со стороны генсекретаря ООН и подразделений секретариата указанных уставных положений. Во взаимодействии с единомышленниками мы кропотливо работаем над тем, чтобы принципы беспристрастности, равноудаленности акцентировались в решениях руководящих органов организации системы ООН, которые являются обязательными для секретариатов соответствующих структур. Кроме того, если мы сталкиваемся с очевидными нарушениями принципа справедливой географической представленности, то просто порой вынуждены прибегать к блокированию назначения западных кандидатов, к примеру, на должность спецпредседателя генсекретаря и глав различных ООНовских страновых присутствий, а также группы экспертов санкционных комитетов Совета безопасности. Спасибо. И завершающий вопрос. В интервью «Россия сегодня» директор департамента Филипсон недавно сказал, что наша ВТС имеет сугубо прикладное значение. Помогите, пожалуйста, правильно понять, что именно имел в виду ваш коллега. Какую роль играет ВТС во внешней политике, в экономических связях России с дружественными странами? Вы знаете, учитывая, что вы попросили такого терминологического объяснения, то я хотела бы адресовать вас к закону, федеральному закону военно-техническом сотрудничестве. Это закон от 19 июля 1998 года, номер 114. И вот именно там дано определение. Речь идет о том, что это деятельность в области международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой продукции военного назначения, а также с разработкой и производством этой продукции. Это что касается вот определения. Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами одна из важнейших составляющих внешней политики. Это если говорить и отвечать на ваш второй вопрос. Но это относится не только к нашей стране, к любому государству, которое обладает необходимыми для этого обороны промышленными возможностями и потенциалом. Развивая его, мы наращиваем в общем-то возможности по целому ряду направлений и решаем целый комплекс задача в первую очередь обеспечения национальной безопасности нашей страны, продвижение ее военно-политических и экономических интересов. Конечно, законным путем все это делаем в соответствии с международным правом, ну и, конечно, исходя из национального законодательства. Россия рассматривает военно-техническое сотрудничество как средство повышения порога применения сил в мировых делах. Поставки российского оружия направлены на укрепление обороноспособности получающих его стран, поддержание регионального баланса сил стабильности безопасности. Для России как одного из ведущих мировых производителей и экспортеров оружия военно-техническое сотрудничество является привилегированной областью межгосударственных отношений, в рамках которой решаются и геополитические задачи. Оно способствует закреплению присутствия России в тех или иных регионах, укреплению дружественных отношений со странами-получателями оружия, ну и так далее, и так далее. То есть, я единственное, что хотела бы просить вас и всех комплексно, не выдирая оттуда каких-то отдельных слов, фраз, а именно в комплексе учитывать нашу позицию. Потому что она действительно состоит из различных компонентов. Так, если все, вы сказали, у вас три вопроса с нами или Москва-Баку. Да, добрый день, Москва-Баку с вами. У нас следующий вопрос. Вот на следующей неделе, 22 февраля, исполнится годовщина моментов писания лидерами России Азербайджана декларации о союзническом взаимодействии. Как в МИД России оценивают эффективность пополнения за год данного документа, какое значение он имеет в условиях текущей международной ситуации. Также появилась информация о том, что в конце февраля глава МИД России Сергей Лавров посетил Баку. Если это так, то какова повестка его визита и есть ли подвижки в вопросе мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Что касается визита, то такой визит прорабатывается о деталях. Мы сообщим, когда он уже будет согласован. Что касается первой части вопроса, то подписанная в феврале 2022 года декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном это, конечно, исторический документ без какого-либо преувеличения. В нем закреплено новое качество отношений между нашими странами, определенные ключевые ориентиры для развития сотрудничества по всем основным направлениям на годы вперед. Союзнические отношения России и Азербайджан это стабилизирующий фактор как в региональном, так и международном плане. Совместно с Баку работаем над реализацией его положения и по случаю годовщины подписания декларации действительно запланирован целый ряд мероприятий. Что касается планирующегося визита, я уже ответила на этот вопрос. А по мирному договору между Азербайджаном и Арменией мы продолжаем оказывать содействие нашим партнерам, о чем регулярно и вам рассказываем. Вот на днях состоялся такой визит, контакты в Ереване и Баку побывал спецпредставитель Сергей Викторович Лавров по нормализации армяно-азербайджанских отношений Игорь Анатольевич Хаваев. И армянская, азербайджанская стороны подтвердили свою заинтересованность в посредничестве нашей страны. С учетом чувствительности темы мирного договора я не буду вдаваться в детали консультации, могу еще раз подтвердить готовность организовать в Москве очередную встречу Миноделы Армении и Азербайджана по этому вопросу. Спасибо большое. Так, с нами ли газета «Ведомости»? Мария Владимировна, добрый день. Хотели немножко подробностей по поводу Арктического совета. Была информация на прошлой неделе о том, что состоялось заседание оргкомитета, в котором принимали участие представители МИД, в том числе страны Латинской Америки, государства Персидского залива? Означает ли это, что Россия планирует какие-то совместные проекты вместе с ними по... Вместе с кем? Вместе со странами Латинской Америки и Персидского залива? Вы знаете, я уточню, у меня нет такой информации, я уточню. Нет, не потому что ее нет, а потому что такой специфический вопрос, я обязательно сегодня уточню и с вами свяжемся. И в целом, по вашему мнению, по мнению МИДа, возможно ли развитие проектов Совета без России, как это анонсируют... Нет, это знаете, это как вот, понимаете, вы знаете, как говорят, а вот двадцатка без России, нет, двадцатка без России, это не двадцатка, ее нельзя будет ничем не заменить, не компенсировать, не придумать какое-то объяснение этой какой-то структурной подмене, нет, это все, это прекращение того смысла, который был заложен. Также и здесь есть уставные документы, есть исторический опыт работы, он не придуман, он не прописан какими-то фантазерами в отрыве от реалий, он и механизм этого объединения, его документы, опыт работ, все исходит из целей, задач, связанных с интересами стран, которые участвуют в этой структуре. Если вынимать вот так вот компонент за компонентом, знаете, как пинцетом, это играем, это не играем, это нужно, это не нужно, тогда в принципе нужно ставить крест на всем праве, на всех договорах, соглашениях, но, к сожалению, именно это и пытаются сделать западники, придумывая некие правила в обмен, даже не в обмен, а в отмену или вместо собственно тем правовым нормам, которые регулируют деятельность в том числе и международных организаций, международных структур. Поэтому если там у кого-то есть желание что-то такое переиначить, переписать, тогда, наверное, должна быть другая структура, точно не эта. Если они не хотят участвовать равноправно, пусть выходят тогда сами и не мешают работать другим. Да, по поводу участия стран Латинской Америки и Персидского залива вы сегодня сможете ответить? А как же, конечно, особенно после того, что я сейчас увидела на экране, я настолько внушивилась, что уже никогда не забуду. С нами ли газета Тверская 13? Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. У нас три вопроса. Наш вопрос. На прошлом брифинге вы уделили внимание катастрофе в Турции и помощи МЧС России. Наша страна откликнулась на помощь Турции после землетрясения. Одна из первых. В свою очередь, по сообщению посла России в Турции Алексея Ерхова, руководство Турции увеличило поставки оружия на Украину. Как вы можете прокомментировать ответные действия Турции на протянутую руку помощи России? Вы знаете, я не буду действия Турции комментировать. Здесь все понятно. Любые шаги, которые ведут к эскалации конфликта, мы квалифицируем как не просто вредоносные, а крайне опасные. И, соответственно, всех давно-давно уже предупредили о том, что все поставленные вооружения, из которых будут убивать наших граждан, рассматриваются нами как законная цель для уничтожения, со всеми вытекающими отсюда деталями и подробностями. Это во-первых. Поэтому здесь наша позиция хорошо известна в отношении любой страны, которая это делает или планирует делать. мы не делим в данном случае страны на хорошие или, знаете, как бы сказали, менее хорошие. Вот мы квалифицируем любую страну, которая поставляет вооружение киевскому режиму, учитывая, что это преступный режим, неонацистский режим, 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 уничтожающий много лет своих граждан, как недопустимый, крайне опасный, ведущийся к эскалации, требующий нашей соответствующей реакции на земле, которая, естественно, и последует. Это во-первых. А теперь относительно нашей помощи, ну, во-первых, я и сегодня говорила о нашей помощи Турции, отвечая на вопрос Анадалу. Я хочу сказать, ведь вы понимаете, расчеловечивание огромного количества политических деятелей в мире, режимов, да и каких-то отдельных людей не означает, что это повод нам самим расчеловечиваться. Мы поэтому отстаиваем наши ценности, потому что они другие, это другое мировоззрение, это другой подход, это другие ценности, которые не позволяют нам не помогать людям, когда они того просят, в сложный для них момент. Ведь и очень важный второй момент из этого вытекающий, мы же помогаем людям, которые сейчас оказались один на один с этой проблемой. Мы знаем, что такое катастрофа, техногенные катастрофы, мы знаем, что такое землетрясение, по нашему, кстати говоря, общему прошлому в рамках Советского Союза, где эти страшные трагедии, к сожалению, посещали различные республики, вся страна воспринимала их как свои, и мы знаем, что это такое, и поэтому как только мы увидели и мы поняли, через какие испытания проходят и Сирия, и Турция сейчас, конечно, нельзя было не помочь, и еще раз подчеркну, эта помощь идет конкретным людям, и теперь третий момент очень важный, вы же прекрасно понимаете, какое количество наших граждан находятся на территории Турции, живет там не только временно или во время отпуска, а просто живет там, работает там, создает там семьи, это реалии дня, и какое количество наших граждан в том числе стали прямыми или косвенными пострадавшими в результате этой трагедии, поэтому мы помогаем в том числе и своим, нашим, и с паспортом, и с отечественником, и тем, кто так или иначе связан с пострадавшими или с жертвами, соответственно, стали сами, в общем, приняли на себя удар от этой трагедии, поэтому здесь я не считаю возможным, знаете, отвечать на этот вопрос плоскостно, только в каком-то одном измерении, это сложная комплексная история, но мне кажется, вернусь к началу ответа на ваш вопрос, что нам самим нужно помнить о том, что против чего и чему мы противостоим, мы противостоим вот этому расчеловечиванию, соответственно, мы сами не должны поддаваться очарованию становиться такими, против кого мы сейчас, собственно говоря, и восстали. Так, еще у вас есть вопрос? Экс-глава МИД Польши Анна Фатыга заявила о необходимости деколонизации России и дележкой природных ресурсов. Она предложила странам Запада продумать концепцию создания на российской территории свободных и независимых государств, основой которой станут коренные народы, а западные страны будут заботиться об их процветании. Как вы считаете, это очередная попытка дестабилизировать ситуацию в наших регионах? Я считаю, что это что-то такое, знаете, сезонное, но длительное и регулярное. Те, кто такие вещи заявляет. А что касается деколонизации России, то это в первую очередь призыв, который нужно обратить к менталитету западных стран. Они у себя в голове должны забыть про то, что вынашивали годами, столетиями, а именно превращение нашей страны в колонию. Это действительно их менталитет. И, конечно, я понимаю, о чем говорила представительница Польши, которую вы цитировали, что мы являемся какой-то метрополией, нас нужно каким-то образом расчленять и так далее. Само по себе абсурдно тысячелетиями жить друг с другом, а потом вдруг обнаружить, что мы являемся какой-то там, не знаю, метрополией или сборищем колонии, я не знаю, я не хочу туда входить даже в эти дебри психоаналитики после заявления некоторых польских политиков, но я хочу все-таки вернуться к той самой мысли, с которой я начала отвечать на ваш вопрос. Действительно, вот это очень важная тенденция, которая должна теперь уж наметиться в головах западных политиков русофобских, они действительно нас хотели сделать колонии, называйте как хотите, сырьевым придатком, поставить под управление, сделать полуколонии, гибридные колонии, по-разному. И действительно, мы и раньше не давали это сделать, и сейчас точно указываем и на недопустимость даже попыток думать на этот счет. Наши ресурсы давно не дают им всем покоя, за ними приходили много раз, приходили с разных сторон, но больше всего приходили с запада, возвращались ни с чем. да, нам приходилось за это воевать, да, нам приходилось отстаивать те ресурсы, те богатства, которые нам дарованы исторически, и которые мы используем разумно, бережем, и ими же делимся мирно со всей, по большому счету, планетой, со всеми нашими не только соседями, но партнерами, а иногда даже и не партнерами, как сейчас выясняются, но все равно продолжаем делиться, делая это и взаимовыгодно, и просто потому, что есть какая-то еще и в этом историческая справедливость, но приходить за ними вот так бесцеремонно, пытаться их украсть, пытаться поставить их в подчинение, отстранить нас от управления нашими же ресурсами, не получится, это не получится, не получалось никогда, не получится и сейчас, хотя еще раз говорю, такие мысли не на вы, и пытаясь возродить вот эту однополярную модель под лозунгом порядка, основанного на правилах, наши не партнеры пускают в ход любые средства, давление, провокации, шантаж, запугивание неугодных, мы сегодня об этом говорили, применение силы, в том же ряду находится информационная война, бесконечно повторяют знаете, как мантру о том, что мы должны распасться и таким образом русский вопрос будет решен, они же об этом прямо говорят, мне поражает, что знаете, потом выходит министр иностранных дел России Сергей Юрьевич Лавров отвечает всем вот этим голосящим и его обвиняют в каких-то несоответствующих исторических параллелях, да никакие мы параллели сами не проводим, нам говорят теми же фразами, которыми говорили и нашему же народу, и другим националистам и народностям в середине 20 века, одни и те же слова, что наконец с Россией надо покончить, если произносится фраза наконец после многолетнего или долгого противостояния с Россией надо покончить, это и есть окончание решения или окончательное решение того вопроса, который эти самые страны по их собственным же словам вынашивали и пытались решить много лет, десятков или сотен, это уже к ним вопрос, сколько лет они в этом бессмысленном бизнесе. Кстати, в этом же ряду находится, как я сказал, информационная война и поэтому озвученные вами предложения, так называемые предложения сателлитов Фашингтона, это не единственное подтверждение всей этой больной идеологии, это очередное подтверждение того, с кем мы в реальности имеем дело и какие планы вынашиваются противниками в отношении нашей страны. Для нас давно ясно, что само существование России как одного из базовых системообразующих элементов в обширном европейском пространстве представляет проблему для очень многих оппонентов, которые не могут позволить себе равноправие и конкуренцию нормальную, которые могут действовать только так, как они умеют. Однако история вновь и вновь учит, что любые попытки раскачать российскую государственность, внести раскол в общество, а тем более посягнуть на территориальную целость со стороны, лишь способствует консолидации нашего народа, поощряют к продолжению курса на суверенизацию ключевых сфер жизни. При этом подтверждается недоговороспособность и лживость Запада, что укрепляет нас в решимости и в приоритетном порядке продолжать развивать южные и восточные векторы внешней политики. И еще. Вот вы сейчас слышите, вы сейчас сами привели цитату польской, кто она, экс-глава МИД Польши, который заявил. Дальше мы видели, и сегодня даже цитировали других представителей, которые там тоже сказали о том, что по нам нужно бить по России, что нужно окончательную победу, значит, и, так сказать, нанести стратегическое поражение. Вот этих всех вот слышали. У меня вопрос, он, кстати говоря, абсолютно не риторический, потому что, мне кажется, ответ очевиден. Вы вообще представляете, что бы было с этим миром, если бы наши ресурсы, которые нам даны, и которые, как я сказала, мы и сами используем, и другим справедливо предоставляем на взаимовыгодных, но очень честных условиях. Вы можете себе представить, если бы эти все ресурсы были сконцентрированы в руках и во власти вот этих нынешних требующих поражения России. Вы можете представить, что это такое? А я вам отвечу словами их же представителей. Они бы сделали все, чтобы сконцентрировать эти ресурсы только у себя в руках, как они называют это, прекрасный сад. Вот в прекрасном саду это все бы и должно было быть. Всем остальным, кто к этому саду отношения с их точки зрения иметь не должен, было бы в этом отказано. Они бы манипулировали, они бы выстраивали цены, они не дали бы ни одного шанса на развитие других точек нашей планеты. Они сделали бы все, чтобы жил и процветал, даже не один золотой миллиард, а еще меньше бы сделали квоту для того, чтобы жизнь была благополучной, не сытой и богатой, а вот просто благополучной. Да даже не в этом дело, а в том, чтобы таланты, дарования, творческий посыл, которым обладают люди от рождения, они не этим дали, никогда бы не реализовывались в тех регионах, которые, как они считают, являются второстепенными и представляют, как сказал Баррель, с собой джунгли. Вот и все. Поэтому это страшные, выходящие даже за рамки сегрегации заявления. Это расизм, как он есть. Ведь расизм, это не только по цвету кожи или по географической представленности. Расизм, это деление людей на первый, второй, дальше уже третий и какие-то еще сорта. Сейчас это просто все реинкарнировалось, потому что сами западные элиты пришли в колоссальный идеологический тупик. И, вы знаете, кризисы все по-разному переживают. Кто-то находит силы и терпение для их преодоления, а кто-то начинает истерить и, в общем, просто открывает все карты и просто снимает маски, что с ними со многими и произошло. Наш следующий вопрос. По мнению бывшего сотрудника агентства на... Извините, пожалуйста, а по поводу того, что вы сказали, вообще стыдно такие вещи озвучивать польским политикам по одной простой причине. За нашими ресурсами вот с такой же идеологии пошел Гитлер. Мы его выгнали не только с территории нашей страны, мы его выгнали в том числе с территории Польши. Именно Красная Армия освобождала Варшаву и спасала жизни полякам. Поэтому стыдно говорить такое, реинкарнируя нацистскую логику, логику гитлеризма в отношении нашей страны польским политикам. Должно быть стыдно. Понятно, что, видимо, не стыдно уже ничего, но должно быть стыдно. Да, я слушаю вас. Наш следующий вопрос. По мнению бывшего сотрудника агентства нацбезопасности США Эдварда Снауна, информация со стороны США о неопознанных летательных аппаратах является попыткой отвлечь внимание от расследования о взрывах северных потоков. Как вы считаете, этот взгляд имеет право на существование? Абсолютно уверена, что это попытка глобально отвлечь взгляды от насущного для американской внутренней повестки. Скоро выборы это первый фактор. Результаты деятельности администрации Байдена жуткие. Вылезают скандалы, которые они пытались скрыть за огромные колоссальные влитые деньги. Это коррупция, это чудовищное поведение представителей и семьи, и всего этого режима, и всей этой шайки по всему миру, что они себе позволяли. Второй момент это корни, откуда произрастает нынешняя открытая фаза противостояния вокруг Украины, которая связана с бизнес-интересами этого клана Байденов. Третий момент это колоссальное количество грязного и даже не белья, а грязи, которая всплывает на поверхность, связанная со всеми представителями ближайшего окружения нынешней администрации в Белом доме. Не с чем идти на выборы, это очевидно. Просто не с чем. Тотальные провалы, скандалы, обрушение всех показателей. Знаете, как замечательно сказала пресс-секретарь, в кавычках замечательно сказал пресс-секретарь Белого дома, который сказал, если не говорить слово рецессия, то ее и не будет. Поэтому нам говорить, как она сказала в Америке официальным лицам слово рецессия не надо, ее и не будет. Ну вот логика, понимаете, все шиворот на выворот. Поэтому идти не с чем на выборы. Есть колоссальное количество проблем внутренних, внешних. Соответственно, нужен был какой-то фактор для того, чтобы отвлечь внимания от внутренней повестки. Вот нашлись шары, НЛО, комиссии на этот счет созданы. Второй момент, это в том числе и, как вы сказали, цитируя того же Сноудена, это расследование северных потоков, это взаимосвязанные вещи, но безусловно, это конкретное действие, это конкретная история, это не просто неопознанные летающие объекты, это то, что нанесло непоправимый ущерб нашей планете, и мы сегодня об этом уже говорили. И, конечно, есть прямые вопросы, на которые нужно, нужно, они обязаны отвечать, они не хотят, поэтому бегают за воздушными шарами и отбиваются от НЛО. Так, если все, то идем дальше, с нами или посольская жизнь. С нами или посольская жизнь? Мария Владимировна, добрый день. Да, здравствуйте. Да, у нас два небольших вопроса, на самом деле. Обновленная концепция внешней политики России предусматривает необходимость остановить монополию Запада на определение рамок международной жизни, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном части в Госдуме. По его словам, эти рамки должны определиться на основе баланса интересов и устава ООО. И, соответственно, два вопроса. Как мы будем реагировать на постоянную дискриминацию российских символов? Гимн и флаг на международной арене. Это касательно именно нашего российского спорта. И может стоит рассмотреть зеркальный ответ в отношении людей и международных организаций, проявляющих неуважение к российским символам? Вы знаете, я хотела бы сказать, вы упомянули концепцию внешней политики, которая готовится обновленно. Я сейчас не буду на эту тему рассуждать, потому что она находится в заключительной стадии подготовки. и думаю, что скоро все будут иметь возможность с ней ознакомиться. Поэтому не будем предвосхищать. Лучше вы скоро ознакомитесь непосредственно с оригиналом, нежели с пересказом того, что еще до конца не завершено. А вот касается национальной символики, я напомню, что у нас вообще-то есть статья 329 Уголовного кодекса России об ограничении свободы на срок до одного года там предусмотрено. Либо принудительная работа на тот же срок, либо арест на срок отролл. Не будем о плохом сейчас. Смысл этой статьи как раз наказательство за надругательство над флагом и гербом России. Это уголовно наказуемое деяние. Поэтому здесь нет необходимости в разработке чего-то нового. есть закон и в случае где эта символика попирается над ней производят какие-то жуткие действия а мы этого насмотрели уже немало должна применяться соответствующая статья нашего УК. Я понимаю о чем вы говорите. Да, кстати, в ряде других стран наказание за оскорбление госсимволов пожестче, чем даже у нас. Сроки могут быть и больше, суммы штрафов крупнее. Вот Франция за тяжкое оскорбление гимна и флага во время демонстрации в случае группового участия там грозит до 6 месяцев заключения или штраф до 7500 евро. В Австрии за оскорбление флага, герба или гимна предусмотрено уколовное наказание. Преступника могут заключить под стражу сроком до 6 месяцев или от 4 до 5000 евро штраф. В Германии за оскорбление злонамеренное выражение презрения флага и герба можно получить от 3 лет тюрьмы. Штрафы рассчитываются по суточному базису от 1 до 30 тысяч евро в сутки и умножаются на количество дней от 5 до 360. В Израиле за сажение флага предусмотрено лишение свободы сроком до 3 лет или штраф до 15 тысяч долларов. В Турции за сажение флага можно получить от года до 3 лет тюрьмы. Можно, но не нужно. За публичное оскорбление гимна от 6 месяцев до 2 лет. Это к вопросу о том, что вся законодательная норма она имеется. Но я понимаю о чем вы говорите о политической составляющей. Нужно ли отвечать зеркально? Я еще раз уже повторю то, о чем я говорила. Расчеловечивание других не должно становиться поводом для нашего с вами расчеловечивания. Мы должны и поэтому мы сейчас противостоим многим. И поэтому наши ребята сейчас за нас там отдают свои жизни. Потому что мы должны сохранить все самое ценное, что нам было даровано нашими предками, которые точно так же отстаивали наше человеческое достоинство не превращаться в скотов. Как же мы сейчас добровольно станем такими же, как они? Да ни в коем случае. Кстати говоря, когда говорим, как они, там, или еще что-то, мы же прекрасно понимаем, что и там есть потрясающие, прекрасные, чистые, открытые, сердцем, добрые, порядочные люди, многие из которых просто сломались, сломаны, потому что машина катком по ним прошлась. Вы смотрите, что творят с нами, пытаясь нас не просто как страну сегодняшнюю, а как историческую цивилизацию как бы отменить. А что говорить о конкретных людях, которые полностью подчинены их внутренним законам и правилам, и даже из лучших побуждений, пытающихся сопротивляться, но сломленными оказываются они во многом. Поэтому, вот, понимаете, очень тонкая грань. Нужно показывать свое неприятие этого, нужно использовать законодательные основы, нужно отвечать зеркально там, где это принято, ну, как это принято, допустим, у дипломатов, да, надо, безусловно, подчеркивать недопустимость действий в отношении определенных категорий наших граждан, в том числе, наверное, выводя наших непартнеров из зоны комфорта, потому что они же привыкли, что мы им эту зону комфорта всегда сохраняем. Вот, что касается зоны комфорта, да, вот сейчас недавно, буквально пару дней назад, Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, встречался с зарубежными корреспондентами, там была открытая часть, а потом они общались уже в рабочем таком формате. И постоянно там через одного западные журналисты из недружественных стран говорили о том, что им очень тяжело сейчас стало работать в России, потому что им нужно теперь визы чаще оформлять на аккредитации, чаще подавать заявления, понимаете? Разожрались баре. Сколько лет им был полностью обеспечен режим максимального благоприятствования, это термин из другой сферы жизни, но к ним он точно подходит. Когда в момент выдавались визы, когда иностранные журналисты в нашей стране были, я не знаю, почетными гостями, когда они приравнивались в правах к нашим журналистам и обладали всеми правами по российскому закону, а СМИ получая эту самую аккредитацию МИДовскую, кто-то это оценил, кто-то этим воспользовался для своей профессиональной деятельности, ну, единицы, а в основном пренебрежительное, хамское отношение, полностью одобрение действий своих властей, незаконных действий своих властей по отношению к российским журналистам, мало того, еще дошли до того, что участвовали в травле российских журналистов, как это было в Германии. Союз журналистов в Германии навалился на Rush Today и на корреспондентов. Просто травили, каждый день травили с персональными данными, с именами, с обзыванием и так далее. Все закончилось теперь, закончилось теперь, будут жить по-новому, по-новому оформлять документы, так, как положено, будут делать профессионально свою работу, именно профессионально, не в плюс нам, не как-то ангажируясь в позициях, ничего подобного, профессионально, будут работать, не будут делать профессиональную работу, не будут работать иностранные журналисты, если они будут заниматься деятельностью, не соответствующей своему статусу, и будут хамски относиться к нам, к нашей стране, к нашему народу, пренебрежительно, тоже делать им здесь нечего, если они так себя ведут. вот я больше хочу сказать, ровно год назад целый ряд американских и британских средств массовой информации, а во многом они там уже гибридные, взаимопроникновенные, что сказали в февраль, март 22-го года, а мы вообще не будем у вас работать, мы покидаем вашу страну, нашли чем и кого напугать. Мы задали им простой вопрос, вы отъезжаете на отдых, тогда отдайте аккредитацию и мы аннулируем вам визы, или вы как бы временно. И вот тут, когда вот так был задан вопрос, все начали как-то несколько быть скромнее в своих заявлениях и сказали, что это просто временно для оценки ситуации, для кадровой ротации, да и вообще многие остались, а многие и вернулись, уехав ненадолго, кроме там пары западных средств массовой информации, в частности Блумберга, который так и не вернулся. Видимо, знают, что здесь что-то такое натворили, что сюда возвращаться нельзя. Вот и все. Поэтому такими, как они, мы становиться не будем. Охранять свои интересы должны и обязаны. А зону комфорта обеспечим только тогда, когда она будет не просто востребована как должное, а когда к ней будут относиться как к нашему искреннему дружескому жесту. Так, если у вас все, а мне кажется, тут просто без вариантов, радио сага с нами. да, добрый день, марвел коллеги. Хочу сказать, что я лично или мой корпункт хамства или неуважения к российским ведомям никогда не проявил. А я знаю, как вы профессионально, как вы дорожите своим профессиональным реноме. Это вы же прекрасно понимаете, о ком я говорю. Я, собственно говоря, их и назвала. Это же был Димарш. Вы вспомните, вы поймите. Я прошу прощения, но все-таки это важно сказать. когда начинаются какие-то судьбоносные события в той или иной стране. Да туда наоборот слетаются все журналисты, чтобы вести репортажи, укреплять свои корпункты, для того, чтобы, не знаю, иметь возможность прямого доступа для оценки и, так сказать, демонстрации ситуации своим зрителям. Что же такие за журналисты мировых западных средств массовой информации, которые все буквально в один день идентичными словами заявили о намерении покинуть нашу страну? Хотите покинуть? Вот тогда было дело. Так и покидайте, зачем об этом заявлять? Взяли бы, спокойно уехали. Нет. Почему они это сделали? Потому что они участвовали в политической кампании психологического давления на нашу и мировую общественность. Устроили спектакль, цирк устроили. настоящий. А потом, когда поняли, что другие конкуренты начали их обходить, просто по цитируемости начали вовремя возвращаться. Но мы же это все помним. Поэтому вы же прекрасно понимаете, о чем я говорю. Вообще смешно. Найти надо исторический такой пример. Пример исторический найти, чтобы в какой-то стране или в каком-то регионе начинались события мирового масштаба, затрагивающие всю мировую повестку. А оттуда бы журналисты уезжали. Не потому, что это опасно для здоровья, а по политическим мотивам. Это значит не журналистика. Это значит, они представляют какую-то политическую партию, движение, может быть, они в бизнесе, который вот так сохраняет свой капитал, которому, хотя тоже ничего не угрожало, или демонстрируют гражданскую позицию. Это я могу понять. Я не могу понять, как журналисты отказывались в первые недели западные журналисты от возможности освещения ситуации, которая затрагивает весь мир, придумывая какие-то странные истории. Но это все было, это мы все прошли. Ну да, мейнстрим может быть. Ой, а вы знаете, что потом случилось? Вы знаете, что потом случилось? А потом они начали звонить и говорить, мы хотим возобновить отношения, мы хотим вновь освещать ситуацию. А почему вы нас обходите стороной? Почему вы нам не отправляете какие-то приглашения? Какие приглашения отправлять, если вы все встали и уехали? Если вы сделали выбор в пользу какой-то там политической вашей конъюнктуры вопреки вашей профессии основной. Извините, да, готовы ответить на ваш вопрос. Да, два коротких вопроса, наверное, значит, сейчас, когда полностью обрывается связь между Российской Федерацией и Европой, каковы на ваш взгляд перспективы нормализации, что для этого должно произойти и когда это возможно? Нормализация отношений между Россией и Европой? Да. Я не знаю, мы не портили. Мы делали все, чтобы много лет выстраивать на новых основах эти отношения. Что значит на новых основах? Это значит не политизированные, не идеологические отношения, а прагматичные, выстроенные и, так сказать, основывающиеся на базе международного права и двусторонних договоренностей. Взаимоважительные, взаимовыгодные, современные, динамичные, ну, с элементом действительно такого ощущения взаимозависимости, сопричастности друг к другу, жизни народов, вот такой какой-то, ну, наверное, единства в том числе и какой-то исторической судьбы на определенных этапах. Мы все это пытались сделать, мы предлагали крупнейшие проекты, мы их реализовывали, вопреки всему, мы во многом проявили невиданную в историческом масштабе открытость, добрую волю и так далее, и так далее. Но видите, как, не были, не то, что поняты, я думаю, были поняты, просто не было принято такого там на Западе политического самостоятельного решения, я имею в виду Европу, им просто не позволили принять это суверенное решение о том, что с Россией можно выстроить отношения, нового толка и нового плана. Просто Европа под давлением Соединенных Штатов Америки, она отринула все предложения, которые были сделаны с российской стороны, и, мало того, начала еще их сама и разрушать. Поэтому, как восстанавливать, это вопрос совершенно не к нам, потому что нельзя бесконечно предлагать дружбу, взаимодействие, сотрудничество, если каждый раз тебе в этом отказывают, тем более, дело это подло, доводя все до провокаций, обвиняя бесконечно и подставляя. У нас есть с кем и на каких направлениях выстраивать отношения. Брикс, Шоссу, ДКБ, Асиан, Африканский континент, Латинская Америка, Арабский мир. Вот там, где ценят добрососедство, взаимное уважение, где готовы использовать право в качестве базиса и уважать традиции и ценности друг друга. Хорошо. В контакте российского митра про многополярный митр, на кого опирается Россия? Сергей Викторович говорит про Fair World Order вместо New World Order, Новый Мировой Порядок Справедливый. И вы недавно, вы только что упомянули коллеги приватизации Запада, руководящих органов и преступные интересы. То есть, это, наверное, речь про ООН, ОБСЕ, где, ну, частности, американские интересы прообладают. На кого Россия будет опираться? А я уже сказала, на кого. Во-первых, просто перечислила те региональные центры, новые центры мирового развития. многополярного мира. А второй момент, давайте дождемся, ну, осталось не так долго ждать публикации новой концепции внешней политики, где все эти акценты будут расставлены, и в том числе вы увидите соответствующую логику, последовательность нашей политики, взаимоувязки, тенденции и так далее. Медиа Альянс русских сообществ. С нами Ли. Да, Мария Владимировна, патриотические соотечники всегда с вами. Валерий Лебедович. А я с вами. Очень хорошо, мощно, рады, счастливы, что у нас такой союз. У меня вопрос, который уже поднимался неоднократно, но оказалось, что не только в России, но и в других странах, например, в Словакии, было обнародовано решение МИД Польши об увольнении из Министерства выпускников МГИМО. Так вот, в этой связи известно ли, с какой формулировкой были увольнены работники МИД Польши? Нет. Я, честно говоря, я не знаю, с какой формулировкой, это не наш вопрос, это надо к Польше обращаться. Второй момент, они об этом говорили на протяжении многих лет, у них периодически были приступы русофобии, и они искали, где бы реализовать все свои фобии. Третий момент, вы знаете, к сожалению, для определенной части польского политического класса, такие чистки исторические были нормой, были нормой, были даже идеологически закреплены. Просто интересно, что они будут делать с людьми, которые являются высочайшими профессионалами в связи с тем, что получили образование в Советском Союзе и в России в других сферах. Врачи, инженеры и так далее пойдут на то, чтобы их третировать или мучить. Ну и главное, просто надо заглянуть, мне кажется, всем этим деятелям в Варшаве, которые такими вещами занимаются, в собственные же международные обязательства. По линии ОБСЕ, недавно, кстати говоря, там Польша председательствовала, по линии Сайта Европы и всех ее удивительных органов, там написано о соблюдении прав человека, о человеческом достоинстве, о необходимости уважения людей, свободы слова, плюрализма мнений и так далее, и так далее. Точно такие вещи, как травля, которые сегодня имеют еще и какие-то новые термины в различных языках мира, как буллинг, троллинг и так далее, и так далее, что все это находится вне поля тех самых цивилизованных стран и деятелей, которые еще раз подписались под необходимостью уважения личности человека, защите прав человека и так далее, и так далее. И, наверное, самое последнее. Вообще принято по-настоящему цивилизованных принято обвинять людей, когда эти люди совершают правонарушение или есть подозрения на совершение правонарушения, и делаются это через соответствующие правоохранительные органы. Любые формы вот такого преследования без нарушения человеком закона называются травлей. Хорошее русское слово. Правда, плохое обозначает, но слово очень емкое и правильное. Ну, вот это и есть травля с переходящими потом в чистку тенденциями. Спасибо вам большое. Спасибо. Мария Валерьевна, но поскольку вы тоже окончили МГИМО, то раскройте секрет. Есть какие-то там особые тайные, опасные предметы, которых Запад боится, и в то же время есть ли какие-то предметы, которые дают преимущество, например, в области культуры, искусства? Вы меня подловили, конечно, да. Вот ваш заход, он, конечно, такой прям коварный. Да, действительно, у МГИМО есть такие прошивки, которые отличают действительно их студентов, от студентов многих западных вузов. Студенты МГИМО знают, что страны не находятся друг от друга на расстоянии сотен тысяч километров. На расстоянии сотен тысяч километров от Земли находится ее естественный спутник, Луна и другие планеты. Но никак не странно. Вот действительно, в отличие от министра иностранных дел Германии, Бербок, который имеет образование европеоидное и англосаксонское, студенты МГИМО знают это и не совершают таких ошибок, даже будучи студентами. Студенты МГИМО знают, что Балтийское и Черное море это разные моря. Да, и то, и другое на европейском континенте, но моря разные, называются по-разному, выглядят по-разному и географически находятся в разных точках Земли. В отличие от министра иностранных дел и потом уже и премьер-министра Британии, которая считала, что лучшим способом попасть в Балтийское море будет как раз для Северной Европы пройтись через море Черное. Понимаете? Понимаете, вот действительно, вот это такое прямо вот страшная тайна, которая обладает МГИМО как университет, действительно дается качественное образование. Уважение к международному праву и самое главное в процессе обучения не сегрегация людей на правильных и неправильных или в будущем достойных, недостойных просто по факту своего, не знаю, национальной принадлежности, расовой принадлежности, цвета кожи, нет, а наоборот объединительные начала для людей и если уж и деление их на достойных, на недостойных, только по их поступкам, которые соответствуют закону или не соответствуют, соответствуют морали или не соответствуют, ну и конечно знание и умение владеть историческими фактами, вот это вообще конек МГИМО как университета, и это то сто процентов, что просто выбешивает западных непартнеров, потому что они не привыкли, когда им приводят эти исторические факты, а МГИМО это действительно визитная карточка, как ректор, который действительно является крупнейшим ученым и его вклад в историческую науку невозможно просто не видеть и не понимать, точно такую же историческую культуру, любовь и знание истории прививают студентам МГИМО. Мне кажется, это вот, кстати говоря, такое в том числе и личное кураторство Анатолия Васильевича Теркунова, который всячески поощряет и стимулирует к изучению истории, будучи сам человек, который написал не одну монографию и посвятил и научную, и прикладную свою деятельность тому, чтобы история как наука процветала. Спасибо вам большое, прощаюсь до следующего раза. Всего хорошего, благополучия. Мария Владимировна, для ведомостей есть информация? Так, еще, что еще? У нас кто? Для ведомостей есть информация, уточнение по поводу практического... Сейчас я вернусь, уточню и обязательно вам перезвоню. А, спасибо. Да, спасибо.